Иван Бунин «Нет в мире разных душ, и времени в нём нет» Аккорды прекрасного и возвышенного звучат музыкой средней полосы России в непревзойдённых по своему художественному мастерству рассказах и повестях Ивана Алексеевича Бунина. Писатель наслаждается ими так, как наслаждаются мелодией, бесконечно повторяя и варьируя её, связывая воедино вещи, внешне непохожие друг на друга и вместе с тем предзаданные друг другу темой. Талант, быт, водчина, родная кровь, целая, из которого вряд ли получится извлечь, что прежде обусловило остальное. Всё есть аккорд, которым совершенным образом собрано воедино прекрасное и возвышенное, виденное с детства, с поэтикой преисполненной чувства души. Рождение поэта всегда события, причём события отнюдь не само собой разумеющиеся. Это чудо – появление преисполненной чувства души. Ведь часто там, где мы должны мыслить, мы тупо стоим перед вещами и смотрим на них, или стоим перед людьми, встреча с которыми должна нас взволновать, а в нашей душе пустыня, ничего не возникает . Внешние обстоятельства недостаточны. Аккорд требует разрешения в сопереживании, тогда происходит чудо. Душа – не речь. Преисполненное чувство есть величайшее совершенство. В речи, в поэзии, в общественной жизни такая душа бывает не всегда, но она – конечная цель. Её нет даже в брачной жизни. Из наблюдений над чувством прекрасного и возвышенного Иммануила Канта. «Я всё-таки прежде всего поэт, поэт, а уж потом только прозаик» Иван Бунин в записи Ирины Адоевцевой Не был ли прозаик рождён поэтом? Душа, преисполненное чувство, обретала речь, исполненную устрофами, и если они не заводили метр и ритм, то всё равно повествовали в своей строгой размерности – живо, как только и может душа, и чувственно, как того хочет мысль. Ведь на мысль тоже распространяются законы жизни. Для многих вещей нужно быть живым, миратма-мурдашвили. Щеглы – их звон стеклянный, неживой, И клённо, доблетевшую листвой, на пустоте лазоревой и чистой, Уже весь голый, легкий и ветвистый. О, мука, мука! Что надо мне, ему, щеглам, листве, И разве я пойму, зачем я должен радость этой муки, Вот этот небосклон и этот звон, И тёмный смысл, которым полон он, Вместить в созвучия и звуки? Я должен взять и, разгадав, отдать. Мне кто-то должен сострадать, Что пригревает солнце низким светом Меня в саду просторным и раздетым, Что озаряет жёлтая листва ветвистый клён, Что я, едва-едва бродя в восторге По саду пустому, Мою тоску даю понять другому. Беру большой зубчатый лист Тугим пурпурным стеблем, Пусть в моей тетради Останется хоть память Вместе с ним об этом светлом вертограде, С травой, хрустящей белым серебром, О пустоте, сияющей над клёном, Беджизненно лазоревым шатром, И о щеглах с хрустально-мёртвым звоном. 3 октября 1917 После Бунина у нас есть тайна, Память его и память о нём. И это одна и та же эрудиция, Эрудицио – память, латинская. Поэт и сейчас свою тоску дает понять другому. Если живы наши мысли и чувства, То жив и Бунин. И если его мысли и чувства живы для нас, То живы и мы. Проза хороша, пока жива в ней поэзия, Лучшие слова в лучшем порядке, Полеридж. А слово «живо», пока жив его смысл, Который хотя и может быть таким же тёмным, Как хрустально-мёртвый звон щеглов В созвучиях аккордов и звуках мелодий. Есть и другие следствия из аксиомы Кольриджа. Поэзия всегда желала отмежеваться от прозы И типографским, прежде каллиграфическим путём, Начиная каждую строку с большой буквы, И звуковым, ясно слышимым ритмом, Рифмой, аллитерацией и стилистически, Создавая особый поэтический язык Трубадуры, Рансар, Ломоносов, И композиционно, достигая особой краткости мыслей И эйделологически в выборе образов. И повсюду проза следовала за ней, Утверждая, что между ними, собственно, Нет разницы, подобно бедняку, Преследующего своей дружбой богатого родственника. Николай Гумилёв – читатель. Язык открывает семиотические окна В смысловые облака художественных произведений. Бунин поэтичен и в прозе, Его тексты – значки на бумаге, Те, что выходили из-под пера, Семантический осадок вдохновения. Как отличны аккорды На линованном нотном стане от музыки, Раскаляющей души, Так отличен текст от своего смысла, Всяки раз заново обретаемого при прочтении. Музыка – это то, что соединяет мир земной И мир бесплотный, Это душа вещей и тело мысли. Николай Гумилёв Иван Алексеевич смысл этот музыкально разлитый, По городам и весям, Выносил в композицию литературную. Весь опыт своего бытия, Неограниченного плоской юдолью, Свой восторг и тоску Переливал из чаш целокупных восприятий В кубок словесности. Я думаю, и невозможно найти точной границы Между прозой и поэзией, Соглашался Николай Гумилёв, Как не найдём её между растениями и минералами, Животными и растениями. Николай Гумилёв, читатель Этой краткой жизни, Вечным измененьем, Буду неустанно утешаться я Этим ранним солнцем, Дымом над селеньем, Валом парки листьев, Медленным паденьем, И тобой, знакомая, Старая скамья. Будущим поэтам, Для меня безвестным, Бог оставит тайну, Память обо мне, Стану их мечтами, Стану бестелесным, Смерти недоступным, Призраком чудесным В этом парке алом, В этой тишине. 10 октября 1917. Из сонма жизни соткан этот звон. Бунин Иван Алексеевич, известный поэт, Родился в 1870 году в Воронеже, Происходит из старинного дворянского рода. Образование получил в Елецкой гимназии, Констатирует энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Известный поэт, Родом из детства, Первые стихотворения датированы 1886 годом, Но живописать, разумеется, Начал заранее. Желание быть услышанным И нерезким окриком голоса, Неребячим склипыванием в подушку, Чеканило строки, Чтобы душу исполнить чувством, Ему недостаточно понимать самому, Надо еще научить понимать другого. Поэт, понявший трав неясный запах, Хочет, чтобы тоже стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем была звездная книга и сна, И с ним говорила морская волна. Поэтому поэт в минуты творчества Должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, До него неосознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности. Ему кажется, что он говорит свое последнее И самое главное, Без познания чего не стоило земле и рождаться. Это совсем особенное чувство, Иногда наполняющее таким трепетом, Что оно мешало бы говорить, Если бы не сопутствующее ему чувство победности, Сознание того, что творишь совершенные сочетания слов, Подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, Разрушали стены. Николай Гумилёв. Читатель Под орган душа тоскует, Плачет и поёт, Торжествует, негодует, Горестно зовёт. О, благий и скорбный, Буде, милостив в земле, Скудны, нищи, жалки люди И в добре, и в зле. О, Иисусе, в крестной муке Преклонивший лик, Есть святые в сердце звуки, Дай для них язык. 1889 Из автобиографической заметки 10 апреля 1915 года О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину Начало прошлого века поэтессу Анну Петровну Бунину И поэта Василия Андреевича Жуковского Незаконного сына Александра Ивановича Бунина. В некотором родстве мы с братьями Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Саймоновыми. О начале нашем в гербовнике дворянских родов сказано, между прочим, следующее. Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, Мужа знатного, выехавшего в XV веке из Польши К великому князю Василию Васильевичу. Правнук его, Александр Лаврентьев, сын Бунин, Служил по Владимиру и убит под Казань. Стольник Казьма Леонтьев-Бунин, Жалован за службу и храбрость на поместье грамотой. Равным образом и другие многие бунины Служили боеводами и в иных чинах, и владели деревнями. Всё сие доказывается бумагами Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода буниных в родословную книгу В шестую часть в число древнего дворянства. Конец цитаты. В 1902 году в Орле был издан первый сборник Стихотворений Ивана Бунина. Орловщина – родина исконно российского Мироощущения, Неброская внешним видом усадьба, Дубы, Ака, Полонский и Фет. Радушные люди, мягкое шо в разговорах, Как тёплый осенний ветер, Какого не бывает в столицах. Время не меняет эти места. Тургенев охотился в здешних колках, Мальчики уходили в ночное, Цвели и оцветали перелески, луга, Проходили годы и десятилетия, А барышни не научились жеманничать по-институтски. – Ах, как давно я не был там, – сказал я себе, – С девятнадцати лет жил когда-то в России И чувствовал её своей, Имел полную свободу разъезжать куда угодно, И невелик был труд проехать Каких-нибудь триста верст. А всё не ехал, всё откладывал. И шли, и проходили годы, десятилетия, Но вот уже нельзя больше откладывать Или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, Благо час поздний, и никто не встретит меня. И я пошёл по мосту через реку, Далеко видя всё вокруг в месячном свете июльской ночи. Иван Бунин. Поздний час. При свече Голубое основанье, золотое остриё. Вспоминаю зимний вечер, детство раннее моё. Заслонив свечу рукою, снова вижу, как во мне Жизнь рубиновою кровью нежно светит на огне. Голубое основанье, золотое остриё. Сердцем помню только детство. Всё другое не моё. Август 1906. Величайшее совершенство души, исполненное чувство, Доминантная способность видеть и чувствовать, Не утраченное с детства. Удивительно, но только в детстве мы умеем видеть И чувствовать так, чтобы обновлять старый мир своей мыслью. Мы ещё не умеем высказать её, Оберегая и страстно переживая каждый её завиток и излучину, Потому и обиды такие смертельные, И радости полные, неподдельные. Мысль награждает детей красотой. Юные души жадны до всего нового, Которое столь же естественно для них, Сколь непонятно для ущербных родительских настроений. Воображаемая любовь, но только она неподдельная, Рубиновая кровь, но только она настоящая, В ней-то и странствует душа. В ранней юности многим пленял меня Полонский, Мучил теми любовными мечтами, образами, Которые вызывал он во мне, С которыми так разно счастлив я был В моей воображаемой любви. Что я тогда знал, а как верно И сильно видел и чувствовал? Выйду за оградой подышать прохладой, Слышу, милый дедит, по степи широкой. Степь синие сумерки хутор, И она за белой каменной оградой, Небольшая, крепкая, смуглая, В белой сорочке, в черной плахте, Босая, с маленькими загорелыми ступнями. Лес доволный, берег дикий, А у моря домик бедный, Лес шумит в сырые окна, Светит солнце, призрак бледный. И я видел и любил Желтоволосую, североцветисто одетую финку. Пришли и стали тени ночи На страже у моих дверей, Смелей глядит мне прямо в очи Глубокий мрак её очей. О, какой грозный час, Какое дивное и страшное Таинство любви! Конец цитаты. Седое небо надо мной, И лес раскрытый, обнажённый, Внизу вдоль просеки лесной Чернеет грязь в листве лимонной, Вверху идёт холодный шум, Внизу молчанье увяданье, Вся молодость моя скитанье, Да радость одиноких дом. Настолько разные географические места Енисей, Ака, Миссисипи, Ефрат, А чудо одно, Появление души, Преисполненные чувства. Слушая Виктора Петровича Астафьева И Булата Шаловича Акуджаву, Внимая имануилу Канту, Чутко, как своему собеседнику, Московский любомудр Мираб Константинович Мамардашвили полагал, Нужно воспитывать в себе Способность слушать другого, Поскольку, как я говорил, Мы вообще живы только в тех точках, В которых проходит ток коммуникации, Происходит встреча с родственными, Слияние состояний, Взаимоотождествление сознания У разных людей, А не чисто логический акт. Сознание – это парадоксальность, Которой невозможно привыкнуть. Чтобы слышать Бунина, Аккорды, музыку и речь, Я самонадеянно воспроизвожу Свои воспоминания. И в этом воспроизведении Своего детства, юности, друзей, Парадоксально нахожу Взаимоотождествление себя Своего сознания С текстом Бунина, С состоянием его сознания, Чувства и даже, как мне думается, голоса. Я наивно полагаю, Что мне это удаётся, Как удавалось прежде Другим читателям, Среди которых были И Виктор Астафьев, И Булата Куджава. На огне серебряном отыне За ночь хризантемы расцвели, В верхних стёклах небо ярко-синие Из острехов снеговой пыли. Всходит солнце, Бодрое от холода, Золотится отблеском окно, Утро тихо, радостно и молодо, Белым снегом всё запушено. И всё утро яркие и чистые Буду видеть краски в вышине, И дополня будут серебристые Хризантемы на моём окне. Август 1903 Детство. Пожалуй, самое пленительное В нём видеть сияние В простых и незатейливых мелочах, Блески луж, Запахи бумаги, цвете штор, Находить радость в придуманных Тобой самим играх, Находить радости в себе самом, Ещё не нужен никто, Всё уже есть в душе. И тогда возникает невыразимая любовь, В которой память всех пращуров Ко всему сущему. Это духовное богатство, Которое легко растрачивается со временем, Если нет внешнего усилия над собой. Дело в том, что, естественно, Забыть о помнить искусственно. Я беру ручку и пытаюсь изложить всё, Что боюсь утратить в себе. Наследство, накопленное мной И поколениями до меня. Но форма не поддаётся, Стиль не прорисовывается, Сквозь суббур нахлынувших слов, И естественное моё окружение Не получает жизни в стихах. Дело в том, что, естественно, Забыть о помнить искусственно. Искусственно в смысле культуры И самих основ нашей сознательной жизни, В данном случае в смысле Необходимости возникновения И существования сильных форм Или структур художественного сознания, Эффекты собственной работы которых Откладываются конституцией чего-то В природном материале, Который лишь потенциально Является человеческим. Зачем и о чём говорить? Всю душу с любовью, с мечтами, Всё сердце стараться раскрыть, И чем же? Одними словами. И хоть бы в словах-то людских Не так уж всё было избито, Значение не сыщите в них, Значение их позабыто. Да и кому рассказать? При искреннем даже желанье Никто не сумеет понять Всю силу чужого страданья. 1889 Из автобиографической заметки 10 апреля 1915 года Я же чуть не с отрочества Был вольнодумец, Вполне равнодушный не только К своей голубой крови, Но и к полной утрате всего того, Что было связано с нею. Исключительно поэтическими Были мои юношеские, Да и позднейшие дворянские легии, Которых, кстати сказать, У меня гораздо меньше, Чем видели некоторые мои критики, Часто находившие черты Личной жизни и личных чувств Даже в тех моих писаниях, Где почти и следа нет их, И вообще многое навязавшее мне. Сто лет миновало. 1991 год. Тогда на могучих Сибирских реках Ещё можно было увидеть катера На подводных крыльях. Подросток на Дебаркадере, Одной из енисейских деревень. Каждый день он приезжает сюда На велосипеде, Чтобы проводить метеор, Убегающий к пристаням Больших городов. Джинсы, обрезанные под шорты, Облегают круглые бёдра. Белые, поцарапанные ноги. Когда он идёт, То немного прихрамывает, Вероятно, ушиб колено. Светлорусые волосы, Какие часто встречаются В этих таёжных местах. Взгляд внимательный и молчаливый. Выражение настоящей радости И неприходящей грусти. Там большой мир И огромные теплоходы. Множество людей На улицах и площадях. Здесь Жизнь вековая, И, несмотря на обрезанные джинсы, Такая же лесная, Какой была Данион. Между тем, Юноша Перевешивается Через перила, Чтобы проститься С кем-то на палубе Метеора. Лёгкая улыбка, Прямой нос. Что меня поражает В его облике? Загорелое, Почти смуглое лицо, Что видело Куда больше солнца, Чем плечи, Очертания губ, Или проступающие В облике очертания Младенческой души, Исполненные чувства. Ангел Вечерний час над степью мирной, Когда закат на дни сиял, Среди небес стезёй эфирный, Вечерний ангел пролетал. Он видел сумрак предзакатный, Уже синел вдали восток, И вдруг услышал он невнятный Во ржах ребёнка голосок. Он шёл, колосья собирая, Сплетал венок и пел в тиши, И были в песне звуки рая Невинной, неземной души. Благослови меньшого брата, Сказал Господь, Благослови младенца В тихий час заката На путь и правды, и любви. И ангел светлой улыбкой Ребёнка тихо осенил, И на закат лучисто-зыбкий Поднялся в блески нежных крыль. И точно крылья золотые Заря пылала в ушине, И долго очи молодые За ней следили в тишине. 1891 Другой ребёнок, Некрасивый, веснушчатый, С острым носом и волчьими глазами, Приходит к Дебаркадеру Увидеть самый крупный На реке туристский теплоход Антон Чехов. Вместительный лайнер С четырьмя палубами, Широкими окнами И дорогими салонами. Заморской диковиной Заплывает сюда Однажды в неделю. Что меняет гигантский Водный змей В нравах жителей, Нестепных и нечудесных? Что происходит в душе? Хищные улыбки Городской молодёжи Обезображивают. Кому они здесь нужны? Поэзия темна, В словах невыразима. Мы больше умалчиваем, Когда говорим И больше высказываем Своим молчанием. В пекарне мальчик спокойный, Зеленоглазый, Как таёжный кедрач. Что-то выдает в нём Внутреннее волнение, Жизнь души, Которая отличает людей Талантливых от бесталанных. Мысли, Сомнения, Даже не переживания, А проникновенное отношение К душам вещей и людей, Тёплое, Как хлеб, Который мы ожидали И трепетное, Как биение сердца. Брови очерчивают Пологи и дуги. Белки глаз, Которые небезынтересно Наблюдать у людей Непосредственных До невероятия Белых. Ровный лоб. Куда бросит Свой взгляд подросток? Из Обнажённого Осенью леса Избы Рубленной И сосновой Многоцветия Древнего кряжа На Венецию Островов И проток. Не краски Жадный взор Подметит, А то, что В этих красках Светит. Губы Складываются В случайную Улыбку, Подбородок, Подобно всему лицу, Кажется мягким, Будто игрушечным. Не таким ли Бекки Тэтчер Увидела Тома Сойера? Один Встречаю я Дни Радостной Недели В углуши На севере, А там у нас Весна. Растаял в поле Снег, Леса Повеселели, Даль заливных лугов Лазурна И сна. Стыдливо Белая берёза Зеленеет, Проходят Облака Всё выше И нежней, А ветер Сушит Сад, И мягко В окна Веет Теплом Апрельских Дней. 1889 Целомудрие, быть может, то определение, которое можно поставить в один ряд с неискушённостью и красотой, и хотя бы что-то в них объяснить. Мы смотрим на небо, а небо смотрит на нас. Чаша целокупного восприятия целомудренно побуждает к жизни красоту и любовь. Это особенный дар, свет всегда целомудренный, потому свободен. Мы обладаем им в тот краткий промежуток времени, когда в апрельском саду, свежем своей сотой молодостью, любовь обожествляет красоту, а красота присуща всему живому, и ток от самых корней питает ветви и крона. Единый свет, в котором юность, красота и любовь. Не налюбоваться им. Ведь от всякого отношения к чему-либо, к людям или к вещам или к мыслям, мы требуем прежде всего, чтобы оно было целомудренным, – замечал Николай Гумилёв. «Под этим я подразумеваю право каждого явления быть самоценным, не нуждаться в оправдании своего бытия, и другое право, более высокое, служить другим». Николай Гумилёв. Жизнь. Стиха. Непостижимым образом. Взрослее мы теряем не только весну и самоценность. И пока оттачиваем стиль и манеру, растрачиваем собственное содержание, за красками не видя более света. Ровесник Ивана Алексеевича, медалист Новороссийского университета Юлий Исаевич Айхенвальд, автор сочинения «О рационализме Лебница» за бунинским пейзажем не слышит самого бунина. Хотя он сам как-то вяло и прозаически говорит, что ни пейзаж его влечёт, ни краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит любовь и радость бытия. Но это только неудачные комментарии к собственному художественному тексту, необязательная для нас выноска к поэтической странице. Иван Бунин и его стихотворение. Сентенция нецеломудрена. Любовь и радость бытия не выноска к поэтической странице, но мироощущение, тот самый мудрый и спокойный темперамент, который единственно делает человека поэтом. Николай Гумилёв. Письма русской поэзии. Благодаря ему красками озаряется сущее. Ещё и холоден, и сир, февральский воздух, но над садом уж смотрит небо ясным взглядом и молодеет Божий мир. Прозрачно-белый, как весной, слезится снег недавней стужи, а с неба на кусты и лужи ложится отблеск голубой. Не на любуюсь, как сквозят деревья в лоне небосклона, и сладко слушать у балкона, как снегири в кустах звенят. Нет, не пейзаж влечёт меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит любовь и радость бытия. Самоценность и целомудрие отличали Бунина среди современников. Его не коснулись модернистские течения, он не участвовал в новомодных проектах. Память о детстве спасала долгие годы эмиграции с 1920 по 1953, в которые он так и умер, не сумев вернуться на родину. По своему духу Иван Алексеевич, конечно же, принадлежал золотому веку русской поэзии, оберегал детскую ясность взора, когда поэты безоглядно экспериментировали со словом, вкладывая и извлекая из него новые рифмы, смыслы, звучания. Велик был риск за трансформациями утратить само слово. Хранитель пушкинского языка и культуры, благородный рыцарь слова, Иван Алексеевич Бунин основными качествами стиха полагал простоту и ясность, искренность же и вдумчивость основными свойствами человеческой души. Он свободен от чувства самовлюблённости, не течится тем, что над миром видимым воздвиг мир своей собственной фантазии, заменил природу своими переживаниями и капризами. В его поэзии нет обоготворения своего собственного «я», нет горделивых проклятий людям, живущим во тьме, нет столь привычных в противопоставлении поэта толпе. Не поёт он хвалебных гибнов, эстазам и всяким иррациональным состояниям души. Его душа и видимый мир не враждебны друг другу, ему не нужны опьянения и экзальтация для того, чтобы преобразить этот мир своей поэтической мечтой. Его мечта создаёт прекрасное царство вымысла, не насилуя мира реального, и этот последний встаёт в его поэзии преображённым, но не искажённым, не утрачивает ни одной из своих земных черт. Энциклопедический словарь Браггауза и Ефрон В горах Поэзия темна, В словах невразимы, Как взволновал меня вот этот дикий скат, Пустой кремнистый дол, Загон овечьих стад, Пастушеский костёр и горький запах дыма. Тревогой странною и радостью томимо Мне сердце говорит Вернись, вернись назад. Дым на меня пахнул, как сладкий аромат, И с завистью, с тоской я проезжаю мимо. Поэзия не в том, совсем не в том, Что свет поэзии зовёт. Она в моём наследстве. Чем я богаче им, тем больше я поэт. Я говорю себе, почуя в тёмный след того, Что пращур мой воспринял в древнем детстве, Нет в мире разных душ, И времени в нём нет. 12 февраля 1916 Сонет написан в 1916 году. Пройдёт целая эпоха, И в 1989 году В журнале «Вопросы философии» Появится интервью с Мирабом Мамардашвили, Когда, эксплицируя мысль Иммануила Канта, Он скажет Сознание действительно уникально. Это нечто, существующее только в одном экземпляре. Разумеется, сознание в фундаментальном, Онтологическом смысле, А не эмпирически-психологическом. «Поймите, — говорит поэт, — Мы живы только в точках со-общения. Нет в мире разных душ и времени в нём нет». Рождение поэта всегда событие. Его мысль обусловливает возможность Мышления других людей И преисполняет чувством души Почти с тем же артистизмом, С каким музыкант по нотам разыгрывает мелодию. Если мы серьёзно и глубоко испытаем опыт сознания, То не исключено, что обязательно помыслим то, Что мыслилось другими, до нас. Или мыслится кем-то рядом. Или будет помысленно после нас. Совершенно независимо от заимствований, От каких-либо влияний, плагиата и тому подобное. Потому что мы имеем здесь дело Хотя и с определённого рода чтением Посредством слов, понятий, терминов, Которые могут быть у кого угодно, Но и с чтением опыта, сознания, Своей души. Мираб Мамардашвили. Идея преемственности и философская традиция. Совпадения неизбежны, и они во благо. Это означает, что мы, такие географически и исторически разобщённые, Понимаем друг друга. Поэты, дети и цветы, Целомудренные пространства со-общения цивилизаций. Шумели листья, облетая, Лес заводил осенний вой, Каких-то серых птичек стая Кружилась по ветру с листвой. А я был мал. Беспечной шуткой смятенья их казалось мне, Под гул и шорох пляски жуткой Мне было весело вдвойне. Хотелось вместе с вихрем шумным Кружиться по лесу, кричать И каждый мёртвый лист встречать Восторгом радостно-безумным. Поражённый пустотой в сердце, Человек спешит организовать пространство вокруг себя Людьми, вещами, впечатлениями. И всё-таки даже путешествия не могут спасти душу, Бегущую за праздником жизни. Впечатления быстротечны, Ощущения мимолётны, А пропасть бесчувственности Не даёт покоя. Человек бросает в неё всё подряд. Под руку ему попадается всё, Что может всколыхнуть Его затухающую способность Покачиваться на волнах удовольствия. Увы, это совсем не те чувства. Если их можно развать чувствами, Что могут ещё напомнить звуками мне душу? Пушкин. Ведь подлинное чувство самоценно И не принадлежит одной душе, Опьяняя души многих, Или, по крайней мере, Выбирая двух счастливых в своём несчастье. Не бывает безответной любви. Она и безответна, Это потому, что уже есть Топ коммуникаций, Точки сообщения душ. Прадед мой по отцу был богат. У деда была земля в Орловской губернии В Елецком уезде, В Тамбовской и Воронежской, Но, кажется, понемногу. Деда братья его обделили. Он был не совсем нормальный, Тронувшийся человек. Наследство осталось от него Не бог весь какое. Отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А крымская компания, В которой он участвовал охотником, Как тогда выражались, И переезд в 70-м году в Воронеж Для воспитания детей Моих старших братьев Юлия и Евгения Способствовали нашему разорению особенным. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни. Очень слабо, но всё-таки помню Кое-что из того времени. Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам Заставили отца через три с половиной года Возвратиться в Елецкий уезд, Где он поселился На своём хуторке. Мутырки. Тут, в глубочайшей полевой тишине, Летом среди хлебов, Подступавших к самым нашим порогам, А зимой среди сугробов, И прошло всё моё детство, Полное поэзии печальной И своеобразной. Иван Бунин Автобиографическая заметка У берегов Малой Азии Здесь царство амазонок. Были дикие их буйные забавы, Много дней звучали здесь их радостные клики И ржание купавшихся коней. Но век наш миг, И кто укажет ныне, Где на пески ступала их нога, Не ветер ли среди морской пустыни, Не эти ли ноги берега? Давно унёс, Развеял ветер южный Их голоса от этих берегов, Давно слезал, Размыл прибой жемчужный С сырых песков следы Подков 1903-1906 Маленький мечтатель Том Сойер не знает, Как объяснить свою тоску, Как дать понять её другому. Целомудренное чувство темы терзает человека, Что требует служения живому. Задир о том, Который не может запомнить пару строк из Евангелия, Не менее доверяет своему чувству, Чем порядку вещей, к которому привык Самого рождения. Ничто не обманывает Тома. Он не догадывается, Что его душа, богатая чувством, Уже нашла сообщение с другими Такими же На Енисеи, Окея, Миссисипи, Ночными цикадами, Говорящими на своих языках и наречиях, Бывшими или нет в тенётах плотской доли. Они звенят в его душе, Он подступается к ним осторожно, Как если бы прикасался к цветку, И беседует с ними наедине. Он бродил вдали от тех мест, Где обычно собирались мальчишки. Его манили уединённые уголки, Такие же печальные, как его сердце. Бревенчатый плот на реке Показался ему привлекательным. Он сел на самый край, Созерцая унылую водную шиль И мечтая о том, Как хорошо было бы утонуть в одно мгновенье, Даже не почувствовав этого, И не подвергая себя никаким неудобствам. Потом он вспомнил о своём цветке, Достал его из-под куртки, Уже увядший и смятый, И это ещё более усилило его сладкую скорбь. Он стал спрашивать себя, Пожалела бы его она, Если бы знала, какая тяжесть у него на душе, Заплакала бы она И захотела бы обвить его шею руками И утешить его. Или бы она отвернулась от него равнодушно, Как теперь отвернулся от него Пустой и холодный свет. Мысль об этом наполнила его Такой приятной тоской, Что он стал перетряхивать её на все лады, Покуда она не истрепалась до нитки. Наконец он встал со вздохом И ушёл в темноту. Марк Твен Приключения Тома Сойера Ночные цикады Прибрежный хрящ и голые обрывы Степных равнин луной озарены. Хрустальный звон сливает с небом нивы, Цветы, колося, травы им полны. Он ни на миг не молкнет, Но не будет бесстрастной предрассветной тишины. Ночь стелет тени, влажный берег студит, Ночь тянет вдаль свой небод золотой, И скоро блеск померкнет и убудет. Но степь поёт, как колос налитой, Полна душа. Земля зовёт. Спешите любить, творить, пьянить себя мечтой От бледных звёзд, раскинутых в зените, И до земли, где стынет лунный сон, Текут хрустально-трепетные нити. Из сонма жизни соткан этот звон. 10 сентября 1910. Ищу я в этом мире сочетания прекрасного и вечного. Что есть, по сути, величайшее Среди возможных совершенств? Душа, преисполненное чувство. Такой бывает душа поэта, Когда оставляет свой след, Действия, текст, Событие своей субъективности И объективного порядка языка, В котором весь мир. Этот мир лучший из возможных миров С точностью естествоиспытателя Утверждал философ и математик Готрид Вильгель Лейбниц Гармония предустановлена, Материя невесома, Вселенная полна. Всему причина любовь, Утешительница рода человеческого И хранительница мира. Но человек беззащитен Перед голодом, болезнями и войной. Вооружаясь, оснащаясь И набивая утробу, Он обращает разум против себя. Вольтер едко посмеивался над ним. Как эта прекрасная причина Могла привести к столь гнусному следствию? Кандит. Тем не менее, Истый француз никогда не сетовал на то, Что нужно возделывать свой сад. На земле довольно зла, Что из того? Отсюда не следует потребность В оправдании Бога Или сомнения в аналитических выкладках атеистов. Какое имеет значение, Царит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, Разве он заботится о том, Хорошо или худо корабельным крысам? Вольтер Кандит Ищу я в этом мире сочетанья Прекрасного и вечного. Вдали я вижу ночь, Пески среди молчанья И звёздный свет над сумраком земли. Как письмена мерцают в тверди синие Плеяды, Вега, Марс и Орион, Люблю я их течение над пустыней И тайный смысл их царственных имён. Как ныне я, Миряды глаз следили Их древний путь, И в глубине веков Все, для кого они во тьме светили, Исчезли в ней, Как след среди песков. Их было много Нежных и любивших И девушек, и юношей, и жён, Ночей и звёзд прозрачно серебривших Ефрат и Нил, Мэнфис и Вавилон. Вот снова ночь, Над бледной сталью понта Юпитер озаряет небеса, И в зеркале воды До горизонта Столпом стеклянным Светит полоса. Прибрежья, Где бродили тавра, скифы, Уже не те. Лишь море в летний штиль Всё так же сыплет ласково на рифы Лазурно-фосфорическую пыль. Но есть одно, Что вечной красотою Связует нас с отжившими. Была такая ж ночи К тихому прибою Со мной на берег Девушка пришла. И не забыть мне Этой ночи, звездной, Когда весь мир Любил я для одной. Пусть я живу мечтою бесполезной, Туманной и обманчивой мечтой. Ищу я в этом мире Сочетанья Прекрасного и тайного, Как сон. Люблю её За счастье слияния В одной любви С любовью всех времён. Мы оставляем себя. Часть в детстве, Часть в юности, Часть с близкими людьми, Которых рядом нет ныне. Кто знает, Быть может исключительное Назначение и смысл культуры Состоит именно в том, Чтобы собирать себя самих, Разбросанных по этим эпохам И рубежам, Что, как мысли, Проходят сквозь нас, И таят те самые Воспоминания детства, Возделывать которые, Как сад в своей душе, Просил мальчуганов Алексей Карамазов. Поздний час Звёздная ночь, Когда весь мир Любим ради неё одной, Звёздная ночь где-то там, Будто бы в небе. Сколько было влюблённых, Сколько будет ещё страстей И душ, Исполненных каноном. Ефраты Нил, Мумфис и Вавилон Из октября 1938 Иван Алексеевич Бунин Возвращается в свою юность. Старая улица показалась мне Только немного уже, Чем казалось прежде. Всё прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, Ни одного деревца, По обе стороны запылённые Купеческие дома, Тротуары тоже ухабистые, Такие, что лучше идти Срединой улицы В полном месячном свете. И ночь была почти такая же, Как та, Только та была в конце августа, Когда весь город пахнет яблоками, Которые горами лежат на базарах, И так тепла, Что наслаждением было идти В одной косоворотке Под поясанной кавказским ремешком. Можно ли помнить эту ночь Где-то там, будто бы в небе? Иван Бунин Поздний час Сын Человеческий Апокалипсис Первое Я, Иоанн, ваш брат и соучастник, В скорбях и царстве Господа, Был изгнан на Патмос За свидетельство Христа. Я осенен был духом День воскресный И слышал за собою Как бы трубный, Могучий глаз Я, Альфа и Омега. И обратился, Дабы видеть очи Того, кто говорит, И, обратившись, Увидел семь светильников золотых. И посреди их пламенников Мужа По дирам облечённого По стану И в поясе из золота По персям Глова его И волосы сияли, Как горный снег, Как белая ерина, И точно пламень огненный Глаза. С толпы его Халкали ван горящий, Как будто раскалённые В горниле, И глаз его был Шумом многих вод. Семь звёзд В его деснице Меч струился Из уст его И лик его, Как солнце, Блистающее В славе сил своих. И, увидав, Я пал пред ним, Как мёртвый. 1903-1906 20 век. Первая мировая война. Что произошло с человеком? Как эта прекрасная причина Могла привести К столь гнусному следствию? Век 21. Южная Осетия, Крым, Донбасс. Что происходит с нами? В состоянии ли мы, Обратившись, Помнить ту ночь Где-то там, Будто бы в небе? Бог умер Мироощущения Закрытых душ. Мы всё более Привязываем себя, Но не к своему саду, Что открыт всем ветрам, А к столь гнусным Последствиям Недостатка любви. Может, это в порядке вещей? Отнюдь, Потому как порядок вещей Определяется языком, А любой непорядок В его мироустройстве Безумие. И потом, Этот мир Лучше из возможных миров, Иначе как был бы возможен В нём Бунин? Мы вообще бы не могли Иметь дело с миром, Который полностью Исчерпывался бы Своими причинно-следственными связями. Если бы мир был таковым, То с учётом того, Что для игры такого мира Мы имеем бесконечность, Его информативность Давным-давно исчерпалась бы, И нас сейчас Просто не было бы. Мирак Мамардашвили Сознание – это Прадоксальность. Не было бы мысли, Не было бы Гунина И, скорее всего, нас. Но этому противоречит Антропный принцип Мы существуем, Обнадёживает Грузинский Сократ. Если я получил В результате Исследование Такой мир, Который явно Исключает Меня самого, Значит, Исследование Было неправильным. Мирак Мамардашвили. Послушник Грузинская песня Брат, как пасмурно в келье, Белый снег лежит в ущелье, Но на скате, на льдине Видел я Подснежник Синьих. Брат, Ты бредишь, Ты бледен, Горный край Суров и беден, Монастырь наш Высоко, До весны Ещё далёко. Не пугайся, Брат, Милый, Скоро смолкнет Бред Унылый, Ночи В юго-пустыне Занесёт Подснежник Синьих. 1905 Следствие нашей забывчивости Зло, Что воспроизводим Под благовидными предлогами И именами. Зло погребает мысль И даже готова Отслужить панихиду, Если только мысль Не восстанет из гроба. Однако нет такой кельи, В коей уместилась бы вся вера. Одно нужно Только видеть и дышать, Чтобы прекрасное и вечное Предстало нашему взору. Глазом вопиющего в пустыне Звучат словами раба Мамардашвили Отнюдь не из кельи С селёдкой на клочке газеты. Сознание Это как бы всепроникающий эфир в мире Или, как сказал бы Вернацкий, Громадное тело, Находящееся в пульсирующем равновесии И порождающее новые формы. Творчество в новых форм Всегда посредует сопрохождением через хаос. Грузинское жизнелюбие и гостеприимство Сочетались у него с гальским острым смыслом. Да, он был бон-диваном, Может быть, даже жуиром, Но в лучшем смысле этих слов, Без всякой прилипшей к ним Пошлости и банальности. Каждое мгновение жизни Казалось, он проживал полно и естественно. Жизнь не была для него Объектом рефлексии, Поставщиком сурового материала Для её сухого анализа. В каждое мгновение Она проживалась полносоставно, Цельным чувством присутствия Здесь и сейчас, Со всей возможной, Светоносной его приподнятостью. Мне вспоминается один вечер, Одноподобное конвивентное Застолье на квартире Анатолия Ахутина На Кутузовском проспекте. Под зелёной лампой В кабинете, Стены которого сплошь закрыты Книжными шкафами, Сидит за журнальным столиком Мираб Мамардашвили, Вокруг роятся приглашённые конвивенты, Наши друзья. Мираб рассказывает о своей жизни И в Праге, где он работал в редакции журнала Проблемы мира и социализма. Конкретный сюжет его рассказа Не остался в памяти, Но запомнилась атмосфера, Аура, стиль его речи и мысли. Запечатлелась ясно вдруг Открывшаяся в Мирабе Мамардашвили. Философ эстезиса. Мыслящая чувственность, Чувственно воплощённая мысль, Как ещё можно назвать этот феномен мысли, Неотторжимый от чувственно-эстетического Плана бытия. Всё покоится, Говорит Мерлапонти, На чудесном размножении Маутипликейшн, Чувственного. Вот эта изжитость Абстрактного интеллектуализма В самой личности философа Показалась мне тогда Удивительным явлением. Почему? Потому что наша философская школа Была в основном школой Немецкого идеализма, Немецкой науки. Владимир Визгин, Мы все его так любили. Можно ли помнить ту ночь Сочетание прекрасного и тайного? Творчество новых форм Всегда опосредуется Прохождением через хаос. Последние небезгоречи Сказано о родной стране, По которой то и дело Проходит мамай, Течёт зерно И горят леса. Канун Хозяин умер, Дом забит, Цветёт на стёклах купорос, Сарай крапивою зарос, Ворок давно пустой раскрыт И по хлевам чадит навоз. Жара, страда, Куда летит через усадьбу Шалый пёс? На голом остове ворка Ночуют старые сычи, В нём в тополях орут грачи, Но тишина так глубока, Как будто в мире нет людей. Мелеет тёплая река, В степи желтеет море ржей, А он летит, Хрипят бока, И пена льётся с языка. Летит стрелою через двор И через сад, И дальше в степь, Кровав и мутен ярый взор, А скален клык На шее цепь. Помилуй Бог, Спаси Христос! Сорвался пёс, Сбесился пёс. Вот рожь горит, Зерно течёт, Так кто же будет сжать, Вязать, Вот дым валит, На бад гудёт, Да кто ж решится заливать, Вот встанет бесноватых рать, И как мамай Всю Русь пройдёт. Но пусто в мире, Кто спасёт, Но Бога нет, Кому карать. 1916. Бесноватых рать встала и прошла. И снова это страшное мироощущение, Которое вербализовал Несколькими десятками лет ранее Фридрих Ницше. Бог умер. Но пусто в мире, Кто спасёт, Но Бога нет, Кому карать. Ницше уповал на сверхчеловека. В творчестве новых форм, Расширении, Граней бытия Он не утрачивает способность Помнить ту ночь, Помнить юность и детство. Иначе ему снова рабы, Режущие себя. Иначе нам снова придётся Биться самими собой И добивать себе Так и невоскресшего Бога. Из дневника Век суждено мне бороться, Жить не могу без борьбы, Видно, как в песне поётся Мне не уйти от судьбы. Если враги все убиты, Снова хочу воскресить Тех, ими на чьи забыты, Чтобы их снова убить. Страшно, боюсь, Посмеётся, Взлобно над сердцем судьба. Биться с собой мне придётся, Резать себя, как раба. Фридрих Митша Не помышляли резать себя, Как раба, Ни Иван Алексеевич, Ни раб Константинович. Судьба смеялась над сердцем, А сердце помнило ту ночь, Мир и благополучие, Какими были исполнены Русские уездные города. Божье благоволение. И душа была преисполнена чувства, Величайшее совершенство Среди возможных совершенств. И дом священника Не утратил своего очарования, А сад своего волшебства. Как все поэты, Ибудин живёт над землёй, Но его небо – Поэтическое обобщение земли, Сочетание красок и звуков, Обретённых на ней. Он не пророк, Приносящий в мир вести Из потустороннего мира. Мечту о небе не нарядил он В кричащий наряд для того, Чтобы сделать её отличной от земли. Его мечта – Нежный покров, Одевающий землю, Но не закрывающий её контуров. Его вечное невраждебно Временному. Оно сплетено Из нити временного. И природа, и красота, В которых отразилось Это вечное, Не аристократическое Достояние избранников, А великие источники, Открытые всем. Энциклопедический словарь Брагауза и Эйфронов. Из автобиографической заметки 10 апреля 1915 года С 1907 года Жизнь со мной делит Вера Муромцева. С этих пор Жажда странствовать и работать Овладела мною С особенной силой. За последние 8 лет Я написал 2 трети всего Изданного мною. Видел же за эти годы Особенно много. Неизменно проводя Лето в деревне, Мы почти всё остальное время Отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, По берегам Малой Азии, Греции, В Египте, Вплоть до Нубии. Странствовал по Сирии, Палестине, Был в Аране, Алжире, Константине, Тунисе И на окраинах Сахары. Плавал на Цейлон. Изъездил почти всю Европу, Особенно Сицилию и Италию, Где три последних зимы Мы провели на Капре. Был в некоторых городах Румынии, Сербии И говоря словами Боротынского, Отовсюду К вам приходил Родные степи Моя начальная любовь. И снова по свету бродил И наблюдал людское племя. Айя София Светильники горели, Непонятный звучал язык, Великий шейх читал Святой Коран, И купол необъятный В угрюмом мраке пропадал. Кривую саблю Скинув над толпою, Шейх поднял лик, Закрыл глаза, И страх царил в толпе, И мёртвою, слепою Она лежала на коврах. А утром храм был светел, Всё молчало В смиренной и священной тишине, И солнце ярко купола заряло В непостижимой вышине, И голуби в нём рея варковали, И свышены из каждого окна Простор небес и воздух Сладко звали К тебе, Любовь, К тебе, Весна. 1903-1906 Братья дервиши, Обращается Иван Алексеевич К нищим душой, К таким же, Кто может подобно Сократу Сказать о себе, Я знаю, что ничего не знаю. Я не ищу отрешения От видимого мира, Может быть, искажая Ваше слово, Я говорю, что ищу Обьянение В созерцании земли, В любви к ней И к свободе, Которой призываю и вас Перед лицом этого бессмертного, Великого, В будущем общечеловеческого города, Будем служить людям земли И Богу вселенной, Богу, которого я называю Красотой, разумом, Любовью, жизнью И который проникает Всё сущее. Конец цитаты. Есть нечто совсем особое В тёплых и светлых ночах Русских уездных городов В конце лета. Какой мир, Какое благополучие Бродит по ночному Весёлому городу Старик с колотушкой, Но только для собственного Удовольствия. Нечего стеречь. Спите спокойно, Добрые люди. Вас стережёт Божье благоволение. Это высокое Сияющее небо, На которое беззаботно Поглядывает старик, Бродя по нагретой За один мостовой И только изредка Для забавы Запуская колотушкой В лесовом трене. И вот в такую ночь, В тот поздний час, Когда в городе Не спал только он один, Ты ждала меня В вашем уже подсохшем К осени саду, И я тайком Проскользнул в него. Тихо отворил калитку, Заранее отпертую тобой, Тихо и быстро Пробежал по двору, И за сараем В глубине двора Вошёл в пёстрый Сумрак сада, Где слабо белело вдали, На скамье под яблонями Твоё платье И, быстро подойдя, С радостным испугом Встретил блеск Твоих ждущих глаз. Иван Бумин. Поздний час. Атлант. И долго, долго Шли мы плоскогорьем Меж диких скал, Всё выше, выше к небу, По спутанным кустарникам, В тумане, То закрывавшим солнце, То, как дым По ветру, Проносившимся пред нами. И вдруг обрыв, Бездонное пространство, И глубоко в пространстве Необъятный, Туманно восходящий К горизонту Своей воздушно-зыбкой Уравниной Лилово-синий Южный океан. И сатана спросил, Остановившись, Ты веришь ли В предания, В легенды? Ещё был март, И только что мы вышли На высший Из утёсов Над обрывом, Навстречу нам Пахнула зимний бурей. И увидал я С горной высоты, Что пышность Южных красок В океане Её дыхание Муглистым Смягчена, И что в горах К востоку Уходящих Излученных Хребтов своих Белеют Сквозь тусклость Отдаления Снега Заоблачные Царственные Кряжи В холодных Вечных Саванах Своих. И дух Спросил, Ты веришь Либо Атланта. Крепясь Стоял я На скале, А ветер Сорвать меня Пытался, Проносясь С звенящим Забыванием Низкорослых, Измятых, Искривлённых Бурей соснах. И доносил Из глубины Глухой Широкий Шум, Шум Вечности, Протяжный Шум Дальних Волн. И, Как орёл Впервые, Взмахнувший Из родимого Гнезда Над ширью Океана, Был я Счастлив И упоён Твоею Первозданной Непостижимой Силою Атлант. О да, Титан, Я верил, Жадно верил. 1903-1906 Братья-дервиши, Философы И поэты Помнят Ту ночь Слияния В одной Любви С любовью Всех времён. Смотрят На один На всех Звёздный Свод Знают Один На всех Моральный Закон. И это От века Вызывает Удивление. Потому и Говорят, Что из Того, Что каждый На свой Лад Об одном И том Жем, О вещах Живых, Душах Неприходящих, Духи Пробуждённого. Разум, Который Проникает Всё сущее, Не вонумно. Все Проникающие Эфир В мире Мира Мурдашвили. Мировые Субстанции Представляют Собой Сущие, Происходящее От другого Сущего, Но не от разного, А все От одного. В самом деле, Если предположить, Что они Произошли От многих Необходимых Существ, То они, Как действия, Причины которых Были бы чужды Всякого Взаимного Отношения, Не находились Бы во взаимной Связи, Следовательно, Единство В соединении Субстанции Вселенной Есть следствие Зависимости Всех От одного. Отсюда Форма Вселенной Свидетельствует О единой Причине Материи, И единственная Причина всего Есть Причина Всеобщности И Зодчий Мира Должен быть В то же Время Творцом. Эммануил Кант Приложение К наблюдениям Над чувством Прекрасного И Возвышенного Свидетельствование Опытного знания О духе Это как наблюдение Над чувством Прекрасного И Возвышенного Как память детства Оно дорого, Очевидно, Самоценно для того, Для кого достоверна, Как история Его рода. Ведь всякое знание Имеет два конца, С которых следует К нему подходить Один априорный Да опытный Как предшествующая история Другой апостериорный Опытный Как жизнь в настоящем Своя собственная история Отец Человек необыкновенно сильный И здоровый физически Был до самого конца Своей долгой жизни И духом почти столь же здоров и бодр Уныние овладевало им В самых тяжёлых положениях На минуту. Гнев Он был очень вспыльчив И того меньше. До тридцати лет До похода в Крым Он не знал вкуса вина. Затем стал пить И пил временами ужасно, Хотя не имел, кажется, Ни одной типической черты Алкоголика. Совсем не пил Иногда по нескольку лет Я рождён как раз В один из таких светлых промежутков И не соединял с этой страстью Никаких других дурных страстей. Учился он недолго В Орловской гимназии. Учение терпеть не мог, Но читал всё, что попадало под руку С большой охотой. Ум его живой и образный Он и говорил всегда удивительно Энергическим и картинным языком. Не переносил логики. Характер Порывистый, решительный, Открытый и великодушный. Преград. Всё его существо было Столь естественно и наивно Пропитано ощущением Своего барского происхождения, Что я не представляю себе Круга, в котором смутился. Но даже его крепостные Говорили, что во всём свете Нет проще и добре его. То, что было у матери, Он тоже прожил. Частью даже раздарил. Ибо у него была Какая-то неутолимая жажда раздавать. Постоянная охота, Постоянная жизнь на воздухе Много помогли тому, Что этот хороший, интересный И по натуре даровитый человек Умер восьмидесяти лет Легко и спокойно. Иван Бунин. Автобиографическая заметка. Ночь и дождь. И в доме лишь одно Светится в сырую тьму окно. И стоит, молчит гнилой, Холодный дом. Точно склеп на кладбище глухом. Склеп, где уж давно Истлели мертвецы, Прадеды и деды и отцы, Где забыт один слепой ночник И на лавке в шапке спит старик, Переживший всех господ своих, Друг, свидетель наших дней былых. Ночью засыпаю. Просвещение, Прагматизм, Экзистенциализм, Все искания и отчаяния Нового и новейшего времени Были одинаково бессердечны К человеку. Они предлагали ему Индивидуальную эстезию Одиночества, В то время как дух наш Живой и никому Не принадлежит. Ни самому всемогущему, Ни самому гениальному. Это мы, люди, Принадлежим ему. И вполне допустимо, Полагает современный Сократ, Что сознание может реализовываться На разных субстратных носителях, Чья нервная система Не обязательно организована По типу человеческой. И все глубокие Философские исследования Всегда строились так, Что не исходили Из предположения О какой-то конкретной природе Субстрата сознания. Мирак Мамардашвили Сознание – это парадоксальность. Это своего рода пантеизм Джордана Бруна. Пантеизм возрождения, Когда обмерщенный дух Снизошел до природы. К концу 20 века, Века саморазрушения и войны На страшное Бог умер, Братья-дервиши зажигают огонь. Мысль, развеянная по вселенной, Говорят они, не может иссякнуть. Разумеется, мысль в онтологическом, А не эмпирико-психологическом смысле. Это мысль, преисполненная Разума, красоты, любви, жизни. Дух, который не на небесах, Но в любой вещи, Дьявольски искушающий нас И украшающий мир, Как древнегреческий полюс Украшал человека. Дух есть свет, То, чем жив человек, Живя и умирая, Мы живем единую, всемирную душой. Вечные странники Паладины на пути к свету Поют небо, Ищут сочетания прекрасного и вечного, И не боятся, Что их начало и сякнет В рабские времена. Дух великого Джордана Бруна, Титана, что наделил землю движением, Столкнув с мёртвой точки И пустив по неведомому метам вселенную. Как свет, Как неизменная красота, Неистощимо и бессмертно Озаряет эти искания. Джордана Бруна Ковчег под предводительством осла, Вот мир людей. Живите во вселенной, Земля, вертев обмана, Лжи и зла, Живите красотою неизменной. Ты, мать-земля, Душа моей близка и далека, Люблю я смех и радость, Но в радости моей всегда тоска, В тоске всегда Таинственная сладость. И вот он посох странника берёт, Простите, кельи, сумрачные своды, Его душа всем чуждая живёт Теперь одним дыханием свободы. Вы все рабы, Царь вашей веры, зверь, Я свергну трон слепой и мрачной веры, Вы в капище, Я распахну вам дверь На блеск и свет, В лазурь и бездну сферы. Ни безнебезны, Ни жизни грань нет. Мы остановим солнце Птолемея, И вихрь миров, Несметный сом планет, Пред нами развернётся, Пламенея. И он дерзнул на всё, Вплоть до небес, Но разрушенье, Жажда созидания. И разрушая, Жаждал он чудес Божественной гармонии созданий. Глаза сияют, Дерзкая мечта В мир откровений радостных уносит, Лишь в истине И цель, И красота, Но тем сильнее Сердце жизни просит. Ты, Девочка, Ты с ангельским лицом, Поющая над старой Звонкой лютней, Я мог твоим быть другом И отцом, Но я один, Нет в мире Бесприютней. Высоко Нёс я стяг Своей любви, Но есть другие радости, Другие, Оледенив желания свои, Я только твой Познание, София. И вот опять он странник, И опять глядит он вдаль, Глаза блестят, Но строго Его лицо. Враги вам Не понять, Что Бог есть свет, И он умрёт За Бога. Мир Бездна Бездн, И каждый Атом в нём Проникнут Богом, Жизнь, Красотою. Живя И умирая, Мы живём Единою, Всемирною Душою. Ты, Слютнию, Мечты твоих очей Не эту жизнь И радость отражали, Ты, Солнце, Вы, Созвездия ночей, Вы только Этой радостью Дышали. И маленький Тревожный человек С блестящим взглядом Ярким и холодным Идёт в огонь, Умерший В рабский век Бессмертием Венчается В свободном. Я Умираю, Ибо так Хочу, Развей, Палач, Развей, Мой прах Презренный, Привет, Вселенной, Солнцу, Палачу, Он, Мысль мою, Развеет По Вселенной. Я вижу, Слышу, Счастлив, Все во мне. Современное не всегда находит понимание у современников, так же, как поэзия у поэтов. В 1910 году с выходом в свет шестого тома собрания сочинений Бунина, Николай Гумилёв называет его эпигоном натурализма. Бунинские стихи подделками, они скучные и не гипнотизируют. В них все понятно и ничего не прекрасно. Письма русской поэзии. Совершенный стиль художественных, или, как в старину говорили, поэтических произведений Ивана Алексеевича Бунина, делает будто бы второстепенным его стихотворение. Никакой поэт и не должен забывать, что он сам по отношению к другим поэтам тоже только читатель, Николай Гумилёв читатель. Читатель, друг, отвечающий на самое пустяковое движение души, пусть даже в незрелых и подражательных виршах, воспринимает Ивана Алексеевича Бунина исключительно как академика, бытописателя, краеведа, наверное, ретрограда, наверное, далёкого от поэзии и полёта мыслей. Читая стихи Бунина, кажется, что читаешь прозу. Удачные детали пейзажа не связаны между собой лирическим подъёмом. Мысли скупы и редко идут дальше простого трюка. В стихе и в русском языке попадаются крупные изъяны. Если же попробовать восстановить духовный облик Бунина по его стихам, то картина получится ещё печальнее. Нежелание или неспособность углубиться в себя, мечтательность, бескрылое при отсутствии фантазии, наблюдательность без увлечения наблюдаемым и отсутствие темперамента, который единственно делает человека поэтом. Николай Гумилёв. Письма о русской поэзии. К прибрежью моря длинная аллея Ведёт вдали, как будто в небосклон. Там море подымается, Синея, меж позабытых мраморных колонн. Там на прибой идут ступени стройно, И левы лежат, как сфинксы над горой. Далёко в море важно и спокойно Они глядят вечерними порой. А на скамье между ними одиноко Сидит она. Нет имени для ней, Но знаю я, что нежно и глубоко Она с душой сроднилась о моей. Я ль не любил, Я ль не искал мятежно Любви и счастья Юность разделить, С душой у женской, чистой и у нежной, И жизнь мою в другую перелить. Но та любовь, что душу посещала, Оставила в душе печальный след, Она звала, она меня прельщала Той радостью, которой в жизни нет. И от неё я взял воспоминанья Лишь лучших дней, И уж не ту люблю, Кого любил, Люблю мечты созданья И снова о несбыточном скорблю. Вечерняя безмолвная аллея Зовёт меня к скалистым берегам, Где море подымается, Синея, к пустынным и далёким небесам. И горько я, и сладостно тоскую, И грезится мне светлая мечта, Что воскресит мне радость неземную, Печальная земная красота. 1900. Конечно, одного темперамента Для словесного святого мастерства мало. Столь разные по темпераменту, Как золотой и серебряный век русской поэзии, Бунин и Гумилёв Держали путь по одним и тем же дорогам России, Африки и Европы. Одни и те же заповедные места Открывались им, Как и теперь открываются Ефраты Нила, Ака и Енисей, Миссисипи и Амазонка. Их руки касались Того же меха И той же кольчуги, Что охраняет души людей и животных. Одни и те же пейзажи Очаровывали путников, Одно солнце вдохновляло обоих, Братьев-дервишей В обители видимого мира. Пути же их расходились разительно, Как на развилке. Николай Гумилёв – романтик, Экзистенциалист, Испытывающий жизнь и судьбу, Но проходили месяцы, Обратно я плыл и увозил Клыки слонов, Картины абиссинских мастеров, Мехапантер, Мне нравились их пятна, И то, что прежде было непонятно, Презренье к миру И усталость снов. Николай Гумилёв – пятистопная яба. Бунин – странник, реалист, Ищущий в созерцании земного Небесное опьянение. В жарком золоте заката Пирамиды вдоль Панилу, На утеху иностранцам, Шёлком в воду светят парусные лодки, И бежит луксорский белый пароход. Это час, когда за Нилом пальмы чётки, И в Каире блещут стёкла Алым глянцем, И Хидив в Ландо катается, И гиды по кофейням Отдыхают от господ. А сиреневые дали Нила К югу, К дикой нубе и к порогам, Смутны, зыбки, И всё так же миру чужды, Заповедны, Как при Хуфу, При Камвизе. Я привёз лук оттуда И колчан зелёно-медный, Щит из кожи бегемота, Дротик гибкий, Мехпантеры и суданскую кольчугу. Но на что всё это мне? Вопрос. 13 сентября 1915 Столь по-человечески разные, Они столь поразительно близки В мастерстве двумя словами Высказать необъяснимое И объяснить беспричинное. Ведь то, что у нас болит Беспричинно, и есть душа, А болящая душа – это то, Что немцы называют мировой скорбью. Мера по Мардашвили Кантианские вариации. Вельцшмерц. Мировая боль. За последнее время Я ужасно чувствую себя поэтом. Без шуток даже удивляюсь. Всё и весёлое, и грустное Даётся у меня в душе музыкой Каких-то неопределённых Хороших стихов. Чувствую какую-то творческую силу Создать что-то настоящее. Из письма Ивана Бунина Пащенко 9 апреля 1895 Таков двадцатилетний Бунин. Более чем полувека спустя Он сообщает Георгию Адамовичу. 25 февраля 1948 года Жоан Ле Пен Из журнала «Ленинград» номер 1-2 1946 года Читая стихи Анны Ахматовой, Делая по метке замечания У кладбища направо, над строкой, Какая точность, пылил, над словом Вопросительный знак, пустырь. А за ним голубела река. Ты сказал мне, Афелия, иди в монастырь, Или замуж за дурака. Принцы только такое всегда Над каждым словом Вопросительный знак говорят. Но Над словом Вопросительный знак Я эту запомнила речь. Пусть струится Она сто веков подряд, Строка дважды отчёркнута На полях и стоят Два воскресательных знака. Горностаевой, Мантия из плеч 1909 год Анна Ахматова Что ни слова, то глупость и пошлость. Один пустырь чего стоит. И это вечная Афелия, Вечно это им не сказал Вечный хамящий принц. И такую дуру прославили Замечательные поэтессы. Переписка Бунина с Адамовичем Зов Как старым морякам, Живущим на покое, Всё снится по ночам Пространство голубое И сети зыбких вант, Как верят моряки, Что их моря зовут В часы ночной тоски, Так кличут у меня Мои воспоминания. На новые пути, На новые скитания Велят они вставать В те страны, в те моря, Где только бы тогда Я кинул якоря, Когда б заветную Увидел Атлантиду. В родные гавани Вовеки я не вниду, Но знаю, что и мне В предсмертных снах моих Всё будет снится Сеть канатов смоляных Над бездной голубой, Над зыбью океана. Да чутко встану я На голос капитана. Читательская уверенность В однозначном и окончательном Прочтении играет злую шутку. Даже критик, даже поэт Ошибается, когда смотрит на другого Исключительно сквозь призмы Собственных приёмов и воззрений И не понимает. Бунин Модернистский почерк Ахматовой Гумилёв Старомодную музыку Бунина. Много позже Свершится стыдное пробуждение, И Гумилёв услышит Поэзию Бунина. Произойдёт это Совсем не случайно, Ведь о той же творческой силе Создать что-то настоящее Гумилёв посклицал В то самое время, Когда называл Бунина Эпигонным натурализмом. Надо вечно петь и плакать Этим струнам, Звонким струнам. Человек живёт в дурном сне, Он ничего не помнит. Если даже помнит, Мы помним всё, Александр Блок, Скифы, То вспомнить может мало. Между помнить и вспомнить Други расстояние, Как от луги до страны Атласных баут. Анна Ахматова Поэма «Без героя» А чтобы понимать, Надо помнить. Поэт-маг. Душевные переживания Он преображает в духовный опыт. Радость, боль, тоска, Прояснённые работой рефлексии Становятся текстом. Но это уже другие Радость, боль или тоска. Отражённый свет Интерсубъективности, Интертекстуальности, Иннобытия. Они не ранят и не убивают, Как те, которыми были порождены. Они есть преодоление Этого изначального. Непрояснённого словом хаоса. Оттого поэт способен видеть, Понимать и пророчествовать. Однако и над ним тяготеет дурной сон, Как беспамятность над цивилизацией. И стыдное пробуждение, Так же необходимо ему, Как перо для бумаги. Если что-то поймёшь, То как бы просыпаешься С ощущением стыдного пробуждения От дурного навеянного сна. Оглядываешься вокруг, Вновь завязывая порвавшиеся Духовные нити, Нити годов, Дней, столетий, стран. Думаешь невольно, Господи, Как вообще всё это могло быть И кем навеяно? Как мы могли забыть, Что, когда, почему? Мираб Мамардашвили, Кантианские вариации. Мы рядом шли, Но на меня Уже взглянуть-то не решалась, И в ветре мартовского дня Пустая наша речь терялась. Белели стужи облака Сквозь сад, Где падали капели, Бледна была твоя щека И как цветы глаза синили. Уже полураскрытых уст Я избегал касаться взглядом, Но был ещё блаженно пуст, Тот дивный мир, Где шли мы рядом. 28 сентября 1917 Маленький шедевр Сентября 1917 Нет в мире разных душ, Ветер подхватывает И уносит речь, И пуст дивный мир, И времени в нём нет, Лишь белая стужа облаков И полураскрытые уста. Стихотворение, Прозрачное, как жест, В котором память Невыговоренного слова. Жест самопроизвольный, Самоценный и целомудренный. Бунин говорит о чуде, Преисполненной чувства души. Всё и весёлое, и грустное Отдаётся у меня в душе музыкой Каких-то неопределённых, Хороших стихов. В музыке преисполненной чувства души Не только Бунин и Гумилёв, Но русская поэзия И поэзия вообще. Так, после одного из споров С Гумилёвым, Блок, раздражение которого Невольно прорывалось В жестах походки И должно быть в интонации, Не выдержав, сказал. А вот я никогда не мог После первых двух строк Увидеть, что будет дальше. Прежде всего я слышу какое-то звучание, Интонацию раньше смысла. Кто-то говорит во мне, Страстно, убеждённо, как во сне, А слова приходят потом. И нужно следить только за тем, Чтобы они точно легли в эту интонацию И ничем не противоречили. Вот тогда правда. Всякое стихотворение вначале, Звенящее, Расходящееся концентрическими кругами, Точка. Нет, это даже не точка, А скорее астрономическая туманность, И из неё рождаются миры. Всеволод Рождественский, Гумилёв и Блок Когда на тёмный город сходит В глухую ночь глубокий сон, Когда метель кружас Заводит на колокольних перезвон, Как жутко сердце замирает, Как заунывно в этот час Квозь в оплю бури Долетает колоколов невнятный глаз. Мир опустел, Земля остыла, А вьюга трупы замела, И ветром звёзды загасила, И бьёт во тьме в колокола, И на пустынном, на великом Погосте жизни мировой Кружится смерть в веселье диком И развивает саванд свой. 1895-й Музыкой рождались миры Ивана Бунина, Расходящаяся кругами точка, Мелодия, звенящая на все голоса. Вьюга замела трупы, Земля остыла, Возмездие было предрешено, Астрономическая туманность Рослая звучала голосом Александра Блока. «Какой-то упрямый пастор Бранд Гибнет в горах во мраке метели. Отвергнутую церковь земную Заменила ему снежная церковь, Лавина. Перед гибелью является ему Призрак мёртвой жены». Александр Блок От Ипсена к Стринбергу «Когда ты загнан и забит, Людьми заботой иль тоскою, Когда под гробовой доскою Все, что тебя пленяло, спит». Александр Блок Возмездие И мы сидели, Сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, Слыша биение твоего сердца, Другой держал твою руку, Чувствуя через неё всю тебя. И было уже так поздно, Что даже колотушки не было слышно. Лёг где-нибудь на скамье И задремал с трубкой в зубах старик, Греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, Я видел, как высоко И безгрешно сияет над двором месяц, И рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, Видел заросшую сухими травами дорожку, Пропадавшую под другими яблонями, А за ними низко выглядывавшую Из-за какого-то другого сада Одинокую зелёную звезду, Теплившуюся, Бесстрастно и вместе с тем Ужидательно, Что-то беззвучно говорившую. Но и двор, и звезду Я видел только мельком. Одно было в мире Лёгкий сумрак, И лучистое мерцание Твоих глаз в сумраке. А потом ты проводила меня До калитки, и я сказал, Если есть будущее жизни, И мы встретимся в ней, Я стану там на колени И поцелую твои ноги За всё, что ты дала мне на земле. Иван Бунин. Поздний час. Ритм. Часы, шипя, двенадцать раз пробили В соседней зале, тёмной и пустой, Мгновения, бегущие чередой К безвестности, к забвению, К могиле. На краткий срок свой бег остановили, И вновь узор чеканят золотой. Заворожён ритмической мечтой, Вновь отдаюсь меня стремящей силе. Раскрыв глаза, гляжу на яркий свет, И слышу сердце ровное биенье, И этих строк размеренное пенье, И мыслимую музыку планет. Всё ритм и бег, Бесцельное стремленье, Но страшен миг, когда стремленья нет. 9 августа 1912 Слушая течение жизни, Отсчитывая удары сердца, Что само находит повод для волнения, Убеждаешься. Ничто не исчезает, И ничто не возникает из ничего. Всё только медленно переливается Из одной чаши в другую. Чаши огромны, как океан, Что шумит внутри и снаружи. Мысль не волнует, Скорее успокаивает. Я желаю понять, Что это значит, Если я вижу, слышу и сознаю, Если душа может быть преисполнена чувством. Наверное, в череде дней, Сумятицы разговоров, Непредсказуемости событий, Есть своя мера. Безбрежность обязательно должна знать меру. В океанских ли течениях, В воздушных ли порывах, Из чего происходит шторма и ураганы, Девятый вал и после тишина. Какая радость существовать, Только видеть, Хотя бы видеть, Лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног, И я только мог сидеть на лавочке И смотреть на заходящее солнце, То я был бы счастлив этим. Одно нужно, Только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, Как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству. Поэты не умеют описывать осень, Потому что они не описывают красок и неба. Из беседы Ивана Бунина Со своим племянником Пушешниковым. Небо В деревне капали капели, Был тёплый солнечный апрель, Блестели вывески из стёкола, И празднично белел отель. А над деревней, над горами, Раскрыты были небеса, И по горам к вершинам белым Шли тёмно-синие леса. И от вершин, как мрамор чистых, От изумрудных ледников И от небес зеленоватых Тянуло свежестью снегов. И я ушёл к зиме, на север, И целый день бродил в лесах, Душой теряясь в необъятных Зеленоватых небесах. И, радуясь, душа стремилась Решить одно – зачем живу, Зачем хочу сказать кому-то, Что тянет в эту синеву, Что прелесть этих чистых красок Словами выразить нет сил, Что только небо, только радость Я целый век в душе носил. 1903-1905 Умиротворение Бунина Чуткое к проявлениям жизни, Как краски на картинах Русских пейзажистов. Для отражения этих красок Ему нужен был чистый звук, Ясный голос. Как скоро я его нашёл, Всё остальное даётся само собой. Его мысль не скупа, Она выражена оптимально В деталях пейзажей И бескрылых мечтаниях. И любовь – Неизбежная амуниция формы. Любя, мы учимся постигать. Чтобы быть понятой, Форма окунается в любовь. Бунин, несомненно, Учился у живописца. Его литературное письмо Оживает перед понимающим взором. Одно только нужно, Если повторить мысль Бунина – Видеть и дышать. Он отдаётся созерцанию И чувствует, Как приближается сладострас На исчезновение в Боге и вечности. Эта мысль о вечности Мягким, примиряющим светом Освещает бесконечное разнообразие явлений, Попадающихся ему на пути. И радости, и страдания земли Находят примирение в этой мысли. Могилы и руины Говорят ему не о смерти и тлении, А напротив, О неумирающей красоте, О вечной связи между вещами В одном трансцендентальном порыве О единой гармонии. Он верит, что, загоревшись однажды, Человеческая жизнь не пропадает бесследно, Что, если мы сгорим без возврата, То долго не умрёт жизнь, Что горела в нас когда-то, И красота, что мир стремит вперёд, Есть тоже след былого. Энциклопедический словарь Бракгауза и Ефроны Спокойный взор, Подобный взор у лани, И всё, что в нём так нежно я любил, Я до сих пор в печали не забыл, Но образ твой теперь уже в тумане. А будут дни, Угаснет и печаль, И засинеет сон воспоминанья, Где нет уже ни счастья, ни страданья, А только всепрощающая даль. 1901 Я вижу, слышу, сознаю. Сознательное, как сад, Требует постоянного ухода, Возделывания. Продолжай, спеши, Ещё наполнит звуками мне душу. Пушкин Это искусство, Это горенье, Постоянная работа над звуком, Голосом, краской. Не столько над техникой Собирания плодов, Сколько над самим садом, Где могут произрастать Столь изумительные творения. Одно ложное слово, Неискренний вздох, И мысль убита в самом ростке. И чувство Мертво, Как мертво всё, Что нецеломудренно. Жив человек, Живо и благомысли, Проникнутый чувством, Если только помнить о том, И каждая вещь, Как слово молитвы, Обретает смысл И удивляет эвристикой. Лет семи Началась для меня жизнь, Тесно связанная В моих воспоминаниях С полем, С мужицкими избами, А потом и с ними, И с моим воспитателем. Чуть не всё свободное От учения время Я вплоть до поступления В гимназию, Да и проезжая Из гимназии на каникулы, Провёл в ближайших От бутырок деревушках, В наших бывших Крепостных И у однодворцев. Явились друзья, И порой я по целым дням Стерёг с ними В поле скотину. А воспитателем моим Был пристранный человек, Сын предводителя дворянства, Учившийся в Лазаревском Институте Восточных Языков, Одно время бывший преподавателем Васташковой, Тамбове И Кирсанове, Но затем спившийся, Порвавший все связи Родственные и общественные, И превратившийся В скитальца По деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался Ко всем намокам, Не особенно, И этой привязанностью И своими бесконечными рассказами, Он немало нагляделся, Бродя по свету, И был довольно начитан, Владея тремя языками, Вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать По Одиссеи Гомера, Распалял мое воображение, Рассказывая то о медвежьих Осташковских лесах, То о Дон Кихоте, И я положительно бредил рыцарством, Поминутно будил мою мысль Своими оригинальными, Порой даже не совсем понятными Мне разговорами О жизни, О людях. Он играл на скрипке, Рисовал акварель, А с ним вместе Иногда по целым дням Не разгибался и я, До тошноты Насасываясь С кисточки водой, Смешанной с красками, И на всю жизнь Запомнил то несказанное счастье, Которое принёс мне Первый коробок этих красок. На мечте Стать художником, На разглядывании неба, Земли, Освещение У меня было довольно Долгое помешательство. Он писал стихи, Сатирические вирши На злобы дня, И вот написал стихотворение И я, Но совсем не злободневное, О каких-то духах В горной долине В лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, Но я до сих пор так ясно Помню эту долину, Точно вчера видел её наяву. Вообще, много представлял себе Тогда чрезвычайно живо И точно. Иван Бунин Автобиографическая заметка Христос воскрес, Опять зарёю, Редеет долгой ночи тень, Опять зажёгся над землёю Для новой жизни новый день. Ещё чернеют чаще бора, Ещё в тени его сырой, Как зеркала стоят озёра И дышат свежестью ночной. Ещё в синеющих долинах Плывут туманы. Но смотри, Уже горят на горных льдинах Лучи огнистые зари. Они ввысь си пока сияют Недостижимой, как мечта, Где голоса земли смолкают И непорочна красота. Но с каждым часом приближаясь Из-за аллеющих вершин Они заблещут, Разгораясь и в тьму лесов, И вглубь долин. Они взойдут в красе желанной И возвестят с высот небес, Что день настал обетованный, Что Бог во истину воскрес. Единый живой организм сознания. Нет в мире разных душ И времени в нём нет. В мелодии симфония звуков И гармония аккордов в музыке. Возможно ли разъять их, Не умерщвляя единого организма? А ведь разымаем Границами, государствами И даже языками, Которые не стремимся понять. Ни много ни мало буквы Складываются в слова, Слова в сочетания, Фразы, абзацы И, в конце концов, в повести. Подобно тому, Как семь нот создают Всё велеречие, музыки, Значки алфавита Увековечивают всякое слово, Всё написанное и помысленное. Тут могут быть, безусловно, Совпадения, Иногда даже буквально, И с тем, что думал, например, Когда-то Платон, Или подумал кто-то сейчас, За тысячу километров от нас, Неизвестный нам Иванов Или Чавчевадзе, Неважно. Эмпирическое указание Затем, постфактум, На то, что они подумали То же самое, Что говорил, скажем, Платон, Не имеет значения. Вопрос о плагиате, повторяю, О влиянии, филиации, идей В данном случае, на мой взгляд, Неуместен. Мираб Мамардашвили, Идея преемственности И философская традиция. Восемнадцатилетний Александр Блок, Как некий Иванов Или Чавчевадзе, Повторяет ту же мысль Бунина, или Платона. В море одна лишь волна, Быстротечная. В небе одна лишь звезда, Бесконечная. В мире одна лишь душа, Вечная. Здесь идет речь, Когда я говорю об опыте сознания, Не о каком-то отношении Или соотнесенности В сознании всего мира, О какой-то связности Его до любого содержания, До любой предметной кристаллизации И, следовательно, До предметных утверждений Об объектах. Мираб Мамардашвили. Парус Звездами вышит парус мой, Высокий, белый и тугой, Лик Богоматери меж них Сияет, благостен и тих. И что мне в том, Что берега уже уходят от меня, Душа полна, душа строга, И тонко светятся рога Молодой луны Закате дня. 14 сентября 1915 Есть различие между намерением мысли И мыслью, намерением помнить И памятью. Всего обыденного человеческого рассудка Недостаточно для мысли, Пусть даже для одной случайной мысли, Ведь обыкновенно человеку во всей его суете Такая мысль кажется мечтой бесполезной. Что толку говорить о Боге, природе, смысле, предназначении? Однажды выясняется, что только этим предназначением Мы идём к себе издалека, Весьма издалека. И, кстати, за это время и в пространстве, Пока мы идём к себе, Может многое случиться. До себя можно и не дойти. Мираб Мамбардашвили. Мысль в культуре. Однажды выясняется, что мы не ведаем, что творим. Организуя пространство вокруг себя, Мы совсем запустили своё собственное, И стены глухого непонимания Разделяют всех и каждого. Душа не поёт, музыка не рождается, Техника бунтует в многотрудных руках, И беспросветное существование Заключает одинокое «я» в камеру пыток. Поэзия преображает душу. Парсель Пруст Называл поэзию чувством собственного существования, А разум бесконечным чувствованием. Нужно больше видеть и знать, Знать душой, исполненной чувством. И тогда память, Состояние живое и непосредственное, Обоймёт настоящее музыкальным счастьем мышление. Вечер О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, Вот этот сад осенний за сараем, И чистый воздух, Льющийся в окно. В бездонном небе Лёгким белым краем Встаёт, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, О счастье только знающим дано. Окно открыто. Пискнула и села На подоконник птичка, И от книг усталый взгляд Я отвожу на миг. День вечереет, Небо опустело, Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, Счастлив. Всё во мне. 14 августа 1909 Познать тоску всех стран И всех времён Что преобладало в российской действительности? Состояние мира или войны? Любви или нелюбви? Как ни странно, Именно серебряный век русской поэзии И традиция русской религиозной философии Дали начало исканиям по ту сторону От добра. Как ни странно, Именно стихотворную форму самовыражения Избрала для себя Зинаида Гиппиус, Когда в усилии полюбить всё уединённое И неявное Устраивала первые Религиозно-философские собрания В 1901-1902 годах И печально слонялась У истоков русского символизма. Положение вещей охарактеризовал Владислав Фелицианович Ходосевич Символист – создатель своего пейзажа, Который всегда расположен вокруг него. Гунин смиреннее и целомудренней. Он хочет быть созерцателем. Он благоговейно отходит в сторону, Прилагая все усилия к тому, Чтобы воспроизвести боготворимую им действительность Наиболее объективно. Он пуще всего боится Как-нибудь ненароком пересоздать её Владислав Ходосевич О поэзии Бунина Декаденство и символизм Именно декаденство со всеми его бытовыми И литературными проявлениями Было для Бунина всего очевиднее в символизме И чем очевиднее, тем несноснее. Бунин не оставался в стороне. Из всех крупных русских поэтов Один Бунин пошёл против. Конец цитаты Дьявол играет нами, когда мы фривольны В чувстве и мысли. Дьявол играет людьми самонадеянными, Что топят смирение на дне гордости, Холят гнев и отчаяние, И равнодушны к осмысленному действию. Человек болен самомнением, И ничто не заставит его отказаться Выпить эту чашу до дна. Его мысль рождает коллег в мире образом, И совершенство отдельных их частей Не радует, а скорее печалит, Как прекрасные глаза горбунов. Николай Кумилёв. Жизнь. Стиха. До дна. Тебя приветствую, моё поражение, Тебя и победу я люблю равно. На дне моей гордости лежит смирение, И радость и боль всегда одно. Над водами, стихнувшими в безмятежности Вечера ясного, всё бродит туман, В последней жестокости есть бездонность нежности, И в Божьей правде Божий обман. Люблю я отчаяние моё безмерное, Нам радость в последней капле дана, И только одно здесь я знаю верное, Надо всякую чашу пить до дна. Зинаида Гиппиус Мир Бунина лучший из возможных миров. Творец не обманывает. Скорее, человек обманывает самого себя, Когда принимает за добродетель порог, И непрестанно допускает в мыслях Всю ту дьявольскую раздельность, За которой более не сказывается присутствие духа. Чувство, которым могла быть преисполнена его душа, Подменяется отрицанием всего и вся. Сомневаясь в присутствии духа, Человек иронизирует над собой. Ведь если мы понимаем друг друга, Мы уже присутствуем, И это присутствие есть бытие, Которое не принадлежит порозу никому из нас, Невыводимо ни из чего, И которое нельзя не принимать как очевидность. Если же взять проблему еще шире, Вся европейская культура построена на жизненном усилии, На предположении того, Что человек только тогда фигурирует, Как элемент порядка, Когда он сам находится в состоянии Максимального напряжения всех своих сил. А нигилизм отказывает в такой возможности, Сначала себе, А затем уже и всем другим. Я думаю, первоисточник зла В невыносимости человека для самого себя И в обращении ее вовне. Если я невыносим себе, Я так или иначе разрушу и все вокруг. В результате сначала рушится личность, А она условие Бога, Затем рушится Бог. Мираб Мамардашвили Быть философом – это судьба Как в апреле, по ночам в аллее, И все тоньше верхних сучьев дым, И все легче, ближе и виднее Побледневший небосклон за ним. Этот верх в созвездиях, В их узорах, Дымчатый, воздушный и сквозной, Этих листьев под ногами шорох, Эта грусть – все то же, что весной. Снова накануне, И с годами сердце не считается, Иду молодыми легкими шагами И опять, опять чего-то жду. 10 октября 1917 Зрелый человеческий дух провозгласил, Мир есть воля и представление. Артур Шопенгауэр В противовес Лейбницу, Шопенгауэр называл этот мир Наихудшим из возможных И отличался недюжинным пессимизмом. Война всех против всех, Удел вещей человека. Годовалая птица не имеет представления О яйцах, для которых она вбёднет с дом, Молодой паук о разбои, Для которого натягивает паутину. Также и муравьиный лев, А муравье, которому он в первый раз Роет яму. Личинка жука-оленя Прогрызает в дереве дыру Для своего превращения Вдвое длинней, Когда ей предстоит быть самцом-жуком, Чем когда ей быть самкой, Чтобы в первом случае Приготовить место для рогов, О которых она еще не имеет представления. Артур Шопенгауэр, Понятие воли В неистовом желании выжить Вещи противоборствуют и воюют. В неистовом проявлении беспричинной воли К жизни мир вещей катится в тар-тарары. Избиение младенцев, Варфоломеевская ночь, Хиросима и Нагасаки, Назовите это как угодно, Подростки врываются в школу И убивают детей. Посмеиваясь, Человек имитирует религию, Затем и всю культуру. И вот уже дьявол смеется над цивилизацией, Так много о себе возомнившей. Смеется хорошо, Мир искушений не спослан Не духу человеческому, В нем есть все для счастья, А его двойнику, Чарубине де Габриак, Именам, мистифицированным нами. Кто же обманывает? Кто гневается на нас? Кто, кроме нас самих? К вечеру море шумней и мутней, Парусы дальше и дымней, Няньки по дачам разносят детей, Ветер с Финляндии зимний. К морю иду, Все песок до кусты, Сосенник сине-зеленый, С елок холодных срываю кресты, Иглы из хвои вощеные. Вот и скамья, И соломенный зонт, Дальше обрыв, И туманный, Мглисто-багровый Морской горизонт, Запад зловещий и странный. А над обрывом Все тот же гамак С томной капризной девицей, Стул полотняный И с книжкой чудак, Гнутый в пенсне бледнолицей. Дремлет, Качается в сетке она, Он ей читает в Альмонте. Запад темнеет И свищет сосна, Тучи плывут с горизонта. 11 сентября 1915. Мир – наше представление. Тот самый мир, По которому прокатилась Совсем не игрушечная война, Описанная львом толстым В эпохальном полотне. Мир, распахнутый всем ветрам, Наше представление. Не слишком ли много Для одного человечества, Когда у этого мира Есть своя злая воля? Символизм – следствие и дитя Этого опасного утверждения. Так что устаревшим он окажется Только тогда, Когда человечество откажется От этого тезиса И откажется не только на бумаге, Но всем своим существом. Когда это случится, Предоставляю судить философам. Теперь же Мы не можем не быть символистами. Это не призыв, не пожелание, Это только удостоверяемый мною факт. Подытожил начало века Николай Гумилёв. К тому времени Символизм прочно обосновался В русской поэзии. Года за два До поступления в гимназию Поступил я туда на одиннадцатом году Я испытал ещё одну страсть К житиям святых И начал поститься, молиться. Страсть эта вначале сладостная, Превратилась затем, Благодаря смерти моей маленькой сестры Нади, В мучительную, В тоску, Длившуюся целую зиму, В постоянную мысль о том, Что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого Осталось то упоение, С каким отдавался я иногда Печали всеночных бдений В елецких церквах, Куда водило нас, гимназистов, Наше начальство, Хотя вообще церковных служб Я не любил. Теперь люблю В древних русских церквах И иноверческие, То есть католические, Мусульманские, буддийские, Хотя никакой ортодоксальной веры Не держусь. Иван Бунин. Автобиографическая заметка. Война От кипарисовых гробниц Взлетела стая чёрных птиц, Тюрбе расстреляно, разбито. Вот грязный шёлковый покров, Кораны с оттиском подков, Как грубо конская копыта. Вот чей-то сад, он чёрен, гол, И не о нём ли мой осёл Рыдающим томится рёвом, А я, я прокажённый, рад Бродить, вдыхая горький чад, Что тает в небе бирюзовым. Пустой, разрушенный, немой, Отныне этот город мой. Мой каждый спуск и переулок, Мои все туфли мертвецов, Домов, руины и дворцов, Где шум морской так свеж и голок. 12 сентября 1915 Символизм французский Обожествлял всякую жизнь И обернулся борьбой жизни и смерти В символизме русском. Из круга символистов Стефана Малерме вышел Андре Жит, Писатель, лауреат Нобелевской премии. Один из его фальшивомонетчиков, Старый и измученный жизнью Учитель музыки Лаперус Сетует на сад, Что не сумел возделать в своей душе. Когда я был молод, Я вел очень суровую жизнь, Радовался силе своего характера, Каждый раз, когда мне удавалось Победить какое-либо искушение. Я не понимал, что, думая, Будто освобождаюсь, Я все больше и больше Становился рабом своей гордыни. Каждая из этих побед над собой Означала поворот ключа в замке От двери моей тюрьмы. Вот, что я подразумевал, Когда сказал вам, Что Бог меня надул. Он устроил так, Что я принял за добродетель Свою гордость. Бог посмеялся надо мною, Он потешается. Я думаю, что он играет с нами, Как кошка с мышью. Он посылает нам искушение, Зная, что мы будем не в силах устоять. Если нам все же удается устоять, То он отмщает нам еще горше. Почему он гневается на нас? Андрежит. Фальшивомонетчики Разве прав лаперос? Старик забыл, как любил когда-то, Он все забыл. В борьбе с самим собой Воля и представление Оказались надуманы. Да если бы дух потешался над нами, Разве понимали бы мы друг друга? Сознавали самих себя? Разве умели бы изъясняться? Место хорошего Картезианского соответствия Между мыслью и миром вещей Занял бы хаос. Тот самый, кому открывала Двери и форточки Московская символистка. Нелюбовь. Как ветер мокрый Ты бьешься в ставни, Как ветер черный поешь. Ты мой, я древний хаос, Я друг твой давний, Твой друг единый. Открой, открой! Держу я ставни, Открыть не смею, Держусь за ставни И страх таю. Храню, лелею, Храню, жалею. Мой луч последний, Любовь мою. Смеется хаос, Зовет безоки, Умрешь в оковах, Порви, порви. Ты знаешь счастье, Ты одинокий, В свободе счастье И вне любви. Охладевая, Творю молитву, Любви молитву едва творю, Слабеют руки, Кончаю битву, Слабеют руки, Я отворю. Зинаида Гиппиус Гиппиус отворяет, А жид свергает. Я свергаю с алтаря Бога, Писал он незадолго до смерти, И возношу на его место человека. Какого человека, Да позволено будет спросить, Что останется от человека, Если изъять дух? Сознание – вечный факт. Какой же кошмар творится В душах символистов, И ежесними, Кто желает до конца Пережить агонию И смерть Бога? Самое ценное, Что дает нам Андрежит, Отряхивает кровь с молотка Коллега-фарисей, Это его решимость До конца Пережить агонию И смерть Бога. Токарев Послесловие Но это не Бог, Автор агонизирует, С истреблением мысли Высыхают океаны И исчезает любовь. Глория ин эксельсис део Слава величию Господа! Молитвенно сложа руки, Отвечает культура. В культуре, а не в религии, Бог – это символ Некоторой силы, Которая действует в мире Вопреки нашей глупости, Непониманию, Неумению Или нежеланию Понимать некоторые состояния, Которым мы не могли Прийти своими собственными силами, Но которые, тем не менее, Являются фактами. Я имею в виду нечто в мире, Что есть и без нашего на то соизволения. Нечто, что бытийствует И как бы воссоздает себя В некоторых состояниях человека, В которых он Уже не тот, что был перед этим. И это то, к чему Он не мог бы прийти Простым продолжением Приложения собственных сил. Мирак Мамардашвили Быть философом – это судьба В дачном кресле Ночью на балконе Океана колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, Отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, Веющий безбрежностью морской, Если тот, кто этой дачи спящей Сторожит покой. Если тот, кто должной мерой мерит Наши знания, судьбы и года, Если сердце хочет, если верит, Значит, да, То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои Так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви! 9 июля 1918 Природа и мир вокруг Течение жизни Ума попрочительной городской Или неспешной деревенской Дух и душа Тайна, что с нами, От которой некуда деться. Мы обречены разгадывать Ее всю свою жизнь. Кто мы, откуда, куда идем? И что это за голос, Что выдает себя за наше сознание? Несчастен человек, который бежит Этих вопросов. Он бежит себя самого. Неужели, чтобы постичь Эту тайну, тайн, загадку бытия, Человеку должно пройти По закоулкам, По которым прежде блуждали Миллионы других И не находили спасения? Разочарование приходит На смену влюбленности. Апатия поедает стремление жить. И то, что раньше пела, Еще поет, Но над треснутым голосом. То, что есть в тебе, Ведь существует. Бунин не просто окопался На досимволистских позициях. Бунинская поэтика, Если в нее всмотреться На всем своем протяжении, После ювенилий 1886-1900 годов, Представляется последовательной И упорной борьбой с символизмом. Эта борьба была тем более героической, Что Бунин оказался один И не побоялся глубоких ран, Которые она ему нанесла. Он вырвал, Или стремился вырвать Из своего творчества Все, что могло быть в нем Общего с символизмом. Владислав Ходосевич О поэзии Бунина Как все спокойно И как все открыто, Как на земле стало тихо и бедно, Сад осыпается, Все в нем забыто, Небо велико И холодно-бледно. Небо далекое, Не ты ли, не мое, Меня пугаешь своим простором, Здесь, в этой бедности, Где все родное, Встречу я осень радостным взором. Еще рассеян огонь мистопада И редкие краски ласково-ярки, Еще синицы свищут из сада И как им тихо в забытом парке. И только ночью, когда бушует Осенний ветер, Все чуждо снова И одинокое сердце тоскует, О, если бы близость Сердца родного! 1902 Бунин любит бродить мыслью В отдаленности времени и пространства. Он живет один, Ему ничего не жаль, И в то же время он живет со всем живущим, И ему жаль всех, Потому что в его высшем, Примеряющем обобщении, В его мысли о мировой гармонии Личное страдание, Печальное, в частности, Неизбежно в общем плане. Энциклопедический словарь Брагауза и Эйфруда Мыслима ли душа вне страдания, Бедного, бедного страдания, Заставляющего петь и плакать? Что же, и так понятно, Откуда эта боль? И не поможет здесь спиноза С сухим его принципам Не радоваться и не страдать, А понимать. Мало понимать одному. Чувство исполняет душу Совсем близким ее и далеким. Мысль действительно причиняет боли, Не только душевную. Семь веков назад Мастер Экхард из Кёльна Утешал проповедью Душа сотворена по образу Божьему, И все вещи сотворены ради нее. Весь мир был сотворен для человека, И без него сотворение Не имело бы смысла. И цветы, и шмели, И трава, и колосья, И лазурь, и полуденный зной Срок настанет, Господь сына блудного спросит, Был ли счастлив ты в жизни земной? Не забуду я все, Вспомню только вот эти полевые пути Меж колосьев и трав, И от сладостных слез Не успею ответить К милосердным коленам Припав. 14 июля 1918 Так восемь чистых строк Низводят на нет пессимистические усилия Межконтинентального нигилизма. Все, что накопил в душе Своей человек, Все богатства небесные, И есть он сам. И только это его суть Воскресает в культуре, В безбрежности и неистащимости Ее памяти. Остальное небытие, То, что не имеет сущности, Несмотря на, казалось бы, Повседневную свою значимость. Ангельский доктор Фома Аквинский проповедовал, Что только божественная сущность Дождественно существование, Эссенция с экзистенцией. Бог является бытием простым, Сущим. Всякая сотворенная вещь И человек в том числе Являются бытием сложным, В них сущность Не согласуется с существованием. И все-таки есть мера у безбрежности. Человек сотворен По образу и подобию Божьему. И невозможное Возможное. Чувство меры Помогало Бунину Слить в гармоническое целое мечту О вечном и интерес к временному. Стремление к небу И любовь к земле. Постигнуть небо Значит изучить землю, Приблизиться к абсолютному Значит вращаться Среди приходящего и смертного. Призраки, которые он вызывает к жизни, У него не мистические чудища, А ясные свойства души, Помогающие человеку Приобщиться к вечному. Когда он говорит о том, Что в сумраке мы сказками живем, Что он внимал не раз Эти печальные и сладостные Звуки арф Мы постигаем красоту Этого земного мистицизма И поэзии ясны В самой тайне своей. Это тайна, Не в нас стоящая И нами руководящая. Это тайна, рождённая с нами, Живущая в нас, Как постулат нашего духа, Как неудовлетворённость, Как неясный синтез универса. Энциклопедический словарь Браггауза и Ефрона Ты жила в тишине и покое, По старинке желтели обои, Мелом низкий белел потолок И глядела окно на восток. Зимним утром лишь солнце всходило, У тебя уже весело было, Свет горячий слепит на полу, Печка жарко пылает в углу. Книги в шкафе стояли, В порядке на конторке Лежали тетрадки, На столе сладко пахли цветы. Счастье жалкое, Думала ты. 18 октября 1938 Женщина у домашнего очага Чуть взошло солнце, Видимо, из комнатки лишь по утрам. Она встречает его сладким ощущением Немудрённого счастья. Она возделывает свой сад, Не бунтуя и не впадая в истерию безокого хаоса. Она любит жалкое своё бытие, И цветы сладко пахнут в лицо. Как часто ясные свойства человеческой души, Способность радоваться сиюминутному, Приветливость и незлобивость, Остаются пустыми призраками. Бунин вызывает их к жизни, И они помогают человеку приобщаться к вечному, Невозможному, абсолютному, божественному. Это довольно поверхностное впечатление, Что Бунин всего-навсего изображает природу И мир вокруг. Подобно мистику, Иван Алексеевич неспешно приобщает Своих конфидентов тайнам мироздания. Тайнам, отличным от самого мироздания, Столь же разительно, Как идея стола от того стола, За которым сидим. Псковский бор Вдали темно и чаще строги, Под красной мачтой, под сосной Стою и медлю, На пороге в мир позабытый, но родной. Достойны ли мы своих наследий, Мне будет слишком жутко там, Где тропы рысей и медведей Уводят к сказочным тропам, Где зернь краснеет на колине, Где гниль покрыта ржавым мхом, И ягоды туманно-синие На можжевельнике сухом. 23 июля 1912 Бунин, мастер Бунин никогда не повторяет себя, Не ищет разнообразия в игре слов, Сама жизнь даёт ему постоянно новые образы, В которых всё глубже раскрываются переживания Его души. Энциклопедический словарь Бракгауза и Эфрона Бунин никогда не повторяет самого себя, Как невозможно повторить и мысль, Однажды изречённую, И ныне как будто в первый раз Открытую дерзноведным искателем. Да, истинная стихия будинской музы – природа. Бунин правдив и серьёзен в своём культе природы. Он не язычник и не декадент, Он прекрасно сочетает точность В изображении природы И прихотливую свободу В передаче рождённых ею настроений. Конец цитаты. Хотя есть ещё одна стихия Бунинской музы – Мир человека. Ведь муза обращена к сердцу, А не просто к тому, что воспета. Мастер Экхард, Чьи труды были осуждены, как иеретические, Никогда не вступал в диалог с миром и природой, Его собеседниками были Бог и душа. Именно душевное спокойствие и внутреннее равновесие, согласно Экхарту, предшествуют отречению от всех земных дел и вещей и, наконец, от самого себя и предания себя Богу. Если душа достигает этого состояния, она исключает всё, что отделяет её от неба, и тогда наступает на рождение Бога в человеческой душе. В этом состоянии душа возносится над временем и пространством, и только в таком мистическом познании и созерцании Бога Экхард видел спасение и блаженство человека. Собака Мечтай, 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 всё уже и тусклее ты смотришь золотистыми глазами на вьюжный двор, на снег, прилипший к раме, на метлы гулких дымных тополей. Вздыхая, ты свернулась потеплей у ног моих и думаешь. Мы сами томим себя тоской иных полей, иных пустынь за пермскими горами. Ты вспоминаешь то, что чуждо мне, седое небо, тундры, льды и чумы в твоей студённой дикой стороне. Но я всегда делю с тобою думы. Я человек, как Бог, я опречён Познать тоску всех стран и всех времён. 4 августа 1909 Человек не стал Богом, но с ним Бог религии и Бог культуры. Ему суждено узнавать себя в бесконечных видоизменениях и превращениях природы и мира вокруг. Текущая империя предлагает ему экспериментировать и сомневаться во всём. Она доступна и она обманчива. Неизменно честным по отношению к человеку остаётся лишь непреложный факт сознания, которое включён и он сам. В мышлении есть тоже такие архетипические образования, которые нельзя понять, как продолжение собственных сил рассуждения, умозаключения, наблюдения, наличествующих в человеке. Их-то, например, Кант, да и не только он, а вообще всякая философия, предлагает принимать как данные. Сознание можно вывести из чего-нибудь? Нельзя. Мы вынуждены принять его как факт. Традиция называет их вечными фактами. Хотя это протоксально, ведь факт принадлежит текущей империи. Но ведь есть и некоторые первичные, первоначальные отношения, которые не нами созданы, но есть именно в нас и вечны в том смысле слова, что они вечно свершаются, и мы как бы находимся внутри пространства, охваченного их вечным свершением. Они никогда не позади нас и никогда не впереди нас, как некое состояние, которое будет когда-то нами достигнуто, вроде идеального общества, а не всегда сейчас. Миран Маммардашвили, быть философом – это судьба. На Невском Колёса мелкий снег взрывали и скрипели. Два вороных надменно пролетели, каретный кузов быстро промелькнул, блеснувший глянцем стёкол мёрзлых. Слуга, сидевший с кучером на козлах, от вихрей голову нагнул, поджал губу синевшую щетиной, и ветер веял красной пелериной в орлах на позументе золотом. Всё пронеслось и скрылось за мостом в темнеющем буране. Зажигали огни в несметных окнах вкруг меня, чернели грубо барджи на канале и на мосту с дыбящего коня из бронзового юноши-ногого, повисшего у диких конских ног, дымились клочья праха снегового. Я молод был, безвестен, одинок, в чужом мне мире, сложном и огромном, всю жизнь я позабыть не мог об этом вечере бездомном. 27 августа 1916. Поэт ставит перед собой задачи невыполнимые и стремится перешагнуть трудности непреодолимые. Форма содержит сон жизни, архетипы прошлого в настоящем, сознание здесь и сейчас. Идти по пути наибольшего сопротивления – кредо Николая Гумилёва – не означает искусственного надумывания жизненных сложностей и передряг. У человека есть выбор из двух альтернатив. Исполнить душу чувствами, а существование сущностью – тогда эссенция тождественна экзистенции, или существовать, не обладая какой-либо сущностью, тогда нечему будет и воскресать. Стать мастером или уничтожить, измельчив жизнь, и потерять, как говорили когда-то, продать душу. Бунин поставил перед собой ряд трудностей непреодолимых, резюмировал Владислав Ходосеевич. Но я не могу не воздать должного тому последовательному, суровому и мужественному аскетизму, которому Бунин подчинил свою поэзию, раз навсегда отказавшись от всего, что представлялось недостаточно достойным или слишком суетным. Бунин всегда шёл по линии наибольшего сопротивления. Пусть я не разделяю многих мотивов бунинского самоограничения, всё же я не могу не признать, что во многих он оказался прав. Но этого мало. Не разделяя принципов бунинской поэзии, я всё же хочу сказать, что существует нечто, переступающее все принципиально поэтические барьеры. Это самый факт бунинской поэзии. Тот прекрасный факт, что, как всякая подлинная поэзия, она порою заставляет позабывать все школьные расхождения и прислушиваться к ней просто. Владислав Ходосевич о поэзии бунина. Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит, да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви! Где равнина дикая граничит Творчество, революция, гражданская война, эмиграция и смерть в эмиграции. Вехи биографии Ивана Бунина. Те же, что и у других русских поэтов начала XX века, неубиенных и неубиенных террором, холодом и голодом социальных потрясений. Весноватых рать встала и пошла. Дикие орды затопили дворцы и сады великого города. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом, и что они этого заслуживают. Вольтер кропал стихи. Почтенный старик под тенью апельсинового дерева наслаждался прохладой. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе. Хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, которые возделывают. Вольтер Кандид. Константинополь, восточная столица государства Ромеев, Око Мира. Там возделывает свой сад Кандид, там, за морем, с восточного выступа фракийского полуострова дикая скипская равнина храмами возносится в небо. Храм Святой Софии – первый европейский университет. Учение Платона и Аристотеля. Горожане, разодетые в шёлковые, вышитые золотом платья, наравне с княжескими детьми горцуют на конях. Новый Рим. Имя Константина Великого освящает его. Тысячелетняя византийская культура в его славе и прахе. Для славян он – царь-град, для греков – Константинополь, для турок – Стамбул. Стамбул Облезлые худые кобели с печальными молящими глазами, потомки тех, что из степей пришли за пыльными скрипучими вазами. Был победитель славен и богат, и затопил он шумною ордою твои дары, твои сады, царь-град, и предался, как сытый лев, покою. Но дни летят, летят быстрее птиц. И вот уже в скутаре на погосте чернеет лес, и тысячи гробниц белеют в кипарисах, точно кости. И прах веков упал на прах святынь, на славный город ныне полудикий. Его и собак звучит тоской пустынь под византийской ветхой базиликой. И пуст сираль, и смолк его фонтан, и высохли столетние деревья. Стамбул, Стамбул! Последний мёртвый стан Последнего великого кочевья. 1905. Великий город мечетей, храмов и синагог. Всеземные вероисповедания, нравы, обычаи, языки и наречия. Как молитвы к мировой душе, как влюблённые из разобщённых пространств и миров, сонмы жизни стекались суда. Здесь, на его узких улочках, в невообразимой сутолоке и толчее, между древних башен и стен бродящие души находили друг друга. «Русские посещают Константинополь в большом количестве», — сообщает православный словарь. «Их влечёт не жажда наживы, не торговля, а историческое прошлое этого города, города-центра православия. Всё то, что осталось и уцелело от древнего города, дорого и священно русскому паломнику. Одним из наиболее древних памятников являются стены, имевшие целью защищать город. Теперь они во многих местах уже разрушены, так как турки относятся к этим памятникам старины весьма пренебрежительно и часто ломают их для получения камня. Но, тем не менее, во многих местах они ещё сохранились, а также башни, построенные вдоль них». Полный православный богословский энциклопедический словарь. За измену Вспомнить тех, что покинули страну свою ради страха смерти. Коран Их Господь истребил за измену несчастной отчизни. Он костями их тел, черепами усеял поля. Воскресил их пророк, Он просил ему Господа жизни, Но позора земли Никогда не прощает земля. Две легенды о них прочитал я в легендах Востока, Милосердна одна Воскрешённые пали в бою, Но другая жестоко До гроба, по слову пророка, Воскрешённые жили В пустынном и диком краю. В день восстания из мёртвых Одежды их чёрными стали, В знак того, что на них Замогильного тления след. И до гроба их лица, Склонённые долу в печали, Сохранили свинцовый, Холодный, безжизненный цвет. 1903-1905 Турки победоносно шествовали в Европу. В 1361 году битвой на Коссовом поле Сокрушили Сербию, А в 1393 году завоевали Болгарию. Очередь доходила до Византии. Последним императором из Зантии Был Константин XI Палеолог 1448-1453 29 мая 1453 года Магомед II взял Константинополь. 60 тысяч жителей были пленены И на храме Святой Софии Утвердился мусульманский полумесяц. Полный православный словарь. Пал Рим, Пал и Константинополь. Варварские народы вытоптали Возделанные поля И разорили ухоженные жилища. Тысячи обитателей великого города, кочующими птицами, расселились по свету. На распутье в диком древнем поле остановился путник. Былое дремлет вечным сном могил. Чёрный ворон сидит на кресте. Жутко. Жизнь зовёт, а смерть в глаза глядит. И куда ни направь коня, что-то утрачиваешь безвозвратно. Какой выбрать путь? Каким довериться письменам? На распутье На распутье в диком древнем поле Чёрный ворон на кресте сидит. Заросла бурьяном степь на воле, И в траве заржавел старый щит. На распутье люди начертали Роковую надпись. Путь прямой много бед готовит, И едва ли ты по нём воротишься домой. Путь направо без коня оставит, Побредёшь один и сир и наг. А того, кто влево путь направит, Встретит смерть в незнаемых полях. Жутко мне, вдали стоят могилы, В них былое дремлет вечным сном. Отзовися, ворон чернокрылый, Укажи мне путь в краю глухом. Дремлет полдень, на тропах звериных Тлеют кости в травах, Три пути вижу я в желтеющих равнинах. Но куда и как по ним идти? Где равнина дикая граничит? Кто, пугая чуткого коня, В тишине и синей дали Кличет человечьим голосом меня? И один я в поле, и отважно Жизнь зовёт, а смерть в глаза глядит. Чёрный ворон сумрачно и важно Полусонный на кресте сидит. 1900. Россия – равнина дикая, Границ которой не знает путник, выбирающий свою стезю. Любая дорога ведёт к гибели. Жизнь – это путь смерти. С момента рождения с каждым вздохом человек приближается к смерти, полагали древние. Подобно путникам народы совершают свой выбор. В 1900 году преемница православного христианства Россия в который раз находилась на распутье. Три пути вижу я в желтеющих равнинах, но куда и как по ним идти? 1918. Неправда с нами ела и пила. Николай Тихонов Лжи столько, что задохнуться можно. Иван Бунин Дни и ночи в Москве, Петрограде, Одессе, городах, где Бунин провёл 1918–1920 год, Оргии смерти, окаянные дни. Каждую ночь страшные сны, в которых умирает кто-то из близких. Подумать только надо ещё объяснять то тому, то другому, почему я не пойду служить в какой-нибудь пролиткульт. Надо ещё доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть ли не каждый час кому-то проламывают голову. Иван Бунин Зима в Одессе с 1918–1919 год выдалась морозная, жестоко лютая. В доме, где жили Бунины, нет дров, холодно и голодно, хлеб только гороховый, рыбий суп. Жизнь словно застыла. Однажды к ним явился человек, как оказалось, импрессарио, некто шпан, разговорчив да нельзя, засыпал словами, обещая рекламу и деньги. Я вам устрою шикарную поездку. Николаев, Херсон, Харьков, огни реклам, газетные анонсы, тумбы, оклеенные афишами, всемирно известный писатель Бунин, единственное выступление, пророческий взгляд в будущее, скорый и неизбежный конец большевиков, ответы на записки и раздачи автографов. – Успех я вам гарантирую. За каждый вечер плачу тысячу думских. Глаза у импрессарио горели. Бунин полулежал в плетеном кресле, внимательно слушал. Совершенно неожиданно для незваного гостя настроил себя на веселый розыгрыш. – Тысячу? – Тысячу. – Думскими. – Думскими. – Думскими. Бунин сделал вид, что всерьез задумался. – Нет, не пойдет. – Десять тысяч – и все с золотом. И голубой пароход с гейшами. Импрессарио округлил глаза. – Какими гейшами? – Молодыми и красивыми. Импрессарио гордо выпрямился. – Я к вам с солидным предложением, а вы все шутите. – Хорошо. Две тысячи думских. Он сделал широкий жест рукой, словно собирался этим думские рассыпать в кабинете писателя. – Вера Николаевна нальет вам рюмку водки? – А я, знаете, не могу сейчас. Собираюсь ехать выступать на берег слоновой кости. Спустя какое-то время Бунин встретил этого шпана. Он был гладко выбрит, сыт, на узких плечах висело дорогое английское пальто с широким хлястиком и накладными карманами. – Как же? – Уже комиссар по театральному делу. – Важно произнёс. – А я ведь предлагал вам, батенька, хороший гешефт. – Тоже могли бы жить по-человечески. Академик всё-таки. Впрочем, заходите ко мне в театральный отдел. Жуков Понад краем, Понад пропасть. Из книги пророка Исаии Возьмёт Господь у вас всю вашу мощь, Отнимет трость и посох, Питьё и хлеб пророка и судью, Вельмужу и советника, Возьмёт Господь у вас Учёных и мудрейших, Художников и искушённых в слове. В начальники над городом Поставит он отрока, И дети ваши будут главенствовать над вами, И народы восстанут друг на друга, Дабы каждый был нищ и угнетаем. И над старцем глумится будет юноша, А смерть – над прежним царедворцем, И падёт, сён вопрах, За на язык его И всякое деянье, срам и мерзость Пред Господом, И выраженье лиц Свидетельствует против них, И смело, как некогда в Содоме, Величают они свой грех. Народ мой, на погибель Вели тебя твои поводыри. Путник вопрошает чернокрылого ворона. Ворон молчит, Жизнь зовёт, а смерть в глаза глядит. А если это тот самый полусонный ворон, Какой однажды прилетел к Эдгару Аллану По, И на все его вопросы отвечал страшным криком «Никогда!» И сидит, сидит зловещий ворон, Чёрный ворон вещий, С бюста бледного паллады Не умчится никуда. Он глядит уединённый, Точно демон полусонный. Свет струится, тень ложится, На полу дрожит всегда, И душа моя из тени, Что волнуется всегда, Не восстанет никогда. Отрывок из стихотворения Эдгара Аллана По «Ворон» Перевод с английского Константина Бадмонта Вопрошал не один гунин. России предлагалось множество путей Славянофильство, западничество, коммунизм. Но, как три дороги за крестом с вороном, Все они ведут никуда. Роковая надпись. О, если б навеки так было, Цветение достигла Россия, А дальше всё будет хуже и жесточе, Мог бы согласиться с Константином Леонтьевым Поэт. Вообще тогда существовало много мечтаний и утопий, Особенно в России, Проекты нового устройства общества и мира. На западе-то уже пессимизм. И лишь один ещё шанс наперёд – Социализм попробовать. А в России много вариантов. И славянофилы с надеждой, Что она обновит мировую цивилизацию Своим особым словом и спасёт. И Достоевский, хотя отверг насильственно Осчастливливающий хрустальный дворец коммунизма, Но в некоем странном для пожилого человека Младенческий телячьем восторге Уповает на русский народ богоносец И на все восприимчивость русского духа Так что он всё поймёт, примет и примирит. Тут ещё проекты революционеров-демократов Чернышевских, и Народников, и Толстовцев, и уже марксистов, И Фёдоров – проект общего дела, И Соловьёв со своим богочеловечеством Все рвутся менять, перемешивать искусственно, Из своих идей исходя, естественно, Сложившуюся структуру и форму. Но раз природа и история таковым образование России Сделали, значит, не без высшего смысла. По крайней мере, тут достоверность истины-естины, А не хлипкое мечтание. А ты имей слух и глаз, и вкус, Воспринимать красоту наличного бытия, А не зуди и не судив суй. Георгий Гатчев Леонтьев Мы сели у печки в прихожей, Одни при угасшем огне, В старинном заброшенном доме В степной и глухой стороне. Жар в печке угрюмо краснеет, В холодной прихожей темно, И сумерки с ночью мешаясь Могильно синеют в окна. Ночь долгая, хмурая, волчья, Кругом всё снега и снега, А в доме лишь мы до иконы, До жуткая близость врага. Презренного дикого века Свидетелем быть мне дано, И в сердце моём так могильно, Как мёрзлое это окно. 30 сентября 1917-го Бытие и жизнь в любых условиях и строях Всё и полностью целиком есть, И если ты сам богат натурую и духом, Ты и вокруг богатства и красоту и чёткость форм, Что так ценно, во аморфности Сыроземли российской, узришь. А коль беден, то всё не по тебе, И всё менять перераспределять, Чтоб чужим обогатиться, затеешь, Особенно власть взять, Коли плохо лежит. Георгий Гачев, Леонтьев. Как воротиться в дом? Нет прямого пути. Гимназия и жизнь в Ельце Оставили мне впечатления далеко не радостные. Известно, что такое русская, Да ещё уездная гимназия, И что такое уездный русский город. Резок был и переход от совершенно свободной жизни, От забот матери к жизни в городе, К нелепым строгостям в гимназии И к тяжкому быту тех мещанских и купеческих домов, Где мне пришлось жить на хлебником. Учился я сперва хорошо. Воспринимал почти всё легко, Потом хуже. Новая жизнь сделала то, Что я стал хворать, таять, Стал чрезмерно нервен, Да ещё на беду влюбился. А влюблённость моя в ту пору, Как, впрочем, и позднее, в молодости, Была хотя и чужда нечистых помыслов, Но восторженна. Дело кончилось тем, Что я вышел из гимназии. Иван Бунин Автобиографическая заметка Белые круглятся облака, Небо в них сгущается чернее, Как весной стройна и высока В этом небе мраморном аллея. Серый ствол на солнце позлащён, А вершины встали сизым дымом. Помню, помню, жаркий день под Римом, Мраморный, апрельский, небосклонный. 29 сентября 1917 Поэт прокладывает путь тысяч и тысяч спасённых душ. Как нелегко выйти на этот путь, Как трудно первопроходцу его пролагать, Ведь это не крестовый поход с символом веры. Распутье поглотит любое земное войско. Молчание и монашество приводят сюда, Паломники и отшельники – Семантические вестники на этой стезе. Бренны всеземные пути, Строги тротуары мысли, Чувства требуют воспитания И нет предела его совершенства. Храм неразличим за облаками. Одно нужно – видеть и слышать, Одно можно – смотреть на небо. Цивилизации обретают своё видение И дыхание у пророков. У поэтов небо Византия имела весьма важное историческое значение. В течение тысячи лет она отражала напор азиатских народностей от Европы, Просветила светом христианства многие варварские народы, Выработала свою культуру, науку, литературу, право, Государственность и была очагом православия, Светочем истинной и неповрежденной веры Христовой, Хранительницей учения Вселенской Церкви. Полный православный словарь. «Может ли русский писатель Жить и писать вне России?» – спросила Бунина знакомая художница. – Да, иные не могут, – ответил он, – Если нет глубочайшей и ничем нерушимой Связи с прошлым, Кровной связи с Русью, а иные могут. Родине Они глумятся над тобою, Они, о Родинах, корят тебя Твоею простотою Убогим видом чёрных хат. Так сын спокойный и нахальный Стыдится матери своей, усталой, робкой и печальной Средь городских его друзей, Глядит с улыбкой состраданья На ту, кто сотни верст брела, И для него ко дню свидания Последний грошек берегла. 1891 Эмиграция почтительно раскланивалась с отечественным классиком. За спиной поговаривали о злоключениях в семейном кругу. Пути назад не было. Иван Бунин не мог вернуться в страну с своего детства Не потому, что не пустили б, но по причинам мировоззренческим, Нравственным, неодолимым. Те, кто обещал ему радость родного очага, сами, ведая о том или нет, исходили лукавством. Такой увидел страну времён социалистического строительства и террора Андре Жит, автор фальшивомонетчиков и большой друг идеи социального эксперимента. В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот «конформизм» – им не в тягость. Он для них естествен, они его не ощущают. И не думаю, что к этому могло бы примешиваться лицемерие. Действительно ли это те самые люди, которые делали революцию? Нет. Это те, кто ею воспользовался. Каждое утро правда им сообщает, что следует знать, о чём думать и чему верить, и нехорошо не подчиняться общему правилу. Получается, что когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может. Надо иметь в виду также, что подобное сознание начинает формироваться с самого раннего детства. Отсюда странное поведение, которое тебя, иностранца, иногда удивляет. Отсюда способность находить радости, которые удивляют тебя ещё больше. Тебе жаль тех, кто часами стоит в очереди. Они же считают это нормально. Хлеб, овощи, фрукты кажутся тебе плохими, но другого ничего нет. Ткани, вещи, которые ты видишь, кажутся тебе безобразными. Но выбирать не из чего. Поскольку сравнивать совершенно не с чем, разве что с проклятым прошлым, ты с радостью берёшь то, что тебе дают. Самое главное при этом – убедить людей, что они счастливы настолько, насколько можно быть счастливым в ожидании лучшего, убедить людей, что другие повсюду менее счастливы, чем они. Этого можно достигнуть только надёжно, перекрыв любую связь с внешним миром. Я имею в виду с заграницей. Потому-то при равных условиях жизни, или даже гораздо более худших, русский рабочий считает себя счастливым. Он на самом деле более счастлив. Намного более счастлив, чем французский рабочий. Его счастье в его надежде, в его вере, в его невидении. Андрежит. Возвращение из СССР Голубь Белый голубь летит через море, Через сине-зелёное море. Белый голубь киприды завидел, Что стоишь ты на жарком песке, Что кипит белоснежная пена По твоим загорелым ногам. Он пернатой стрелою несётся, И за волн, где грядой голубою, Тают в солнечной мгле острова. Долетев, упадает в восторге На тугие холодные груди, Орошённые пылью морской. Трепеща он уста твои ищет, А горячее солнце выходит Из прозрачного облака. Зноем точно маслом тебя обливает, И киприда с божественным смехом Обнимает тебя выше бёдр. Большевистский режим сделал поэта Невозвращенцем. Эмиграция своим любимцем. Если не ошибаюсь, Цетлин заговорил об Унине Как об очень крупном писателе. Вслед за тем на самой заре эмигрантской литературы Один из авторитетных её голосов – голос Зинаиды Гиппиус – в похвалах Бунину взял и самую высокую ноту. Владислав Ходосевич о поэзии Бунина Зинаида Гиппиус без ложной скромности Любила брать самые высокие ноты. Но как стилист Иван Алексеевич Бунин Действительно достиг высот, оценённых при жизни Нобелевской премии по литературе. Тогда ему было 63 года. И после, в 1937-1953 годах, поэт создаёт «Тёмные аллеи» – сборник рассказов о любви, маленьких шедевров русской литературы. «Должно быть у вас обширное и великолепное поместье?» – спросил Кандид у Турка. – У меня всего только двадцать арпанов, – отвечал Турок. – Я их возделываю сам с моими детьми. Работа отгоняет от нас три великих зла – скуку, порог и нужду. Вольтер Кандид Под окном бродила и скучала, подходила, горестно молчала, а ведь я и сам был рад положить перо покорно, выскочить в окно проворно, увести тебя в весенний сад. Там однажды я тебе признался, плача и смеясь, пообещался, если встретимся в саду, в раю, на какой-нибудь дорожке. Поклонюсь тебе я в ножке за любовь мою. 6 ноября 1938. Каким образом разделить творческий путь, путь души, по годам и датам, на стихи и прозу? Земная дорога с самого распутья, рождение за рождение, – идёт по звёздам, у кого мимо, а у кого прямо к ним. И куда бы ни двинулся человек, ему не удастся избежать форм времени и пространства. Оттого и есть шанс, что мысль устремится поверх империи. Вновь и вновь совершается чудо, исполненное чувством души, в котором память священно хранит близкое и далёкое, как одно настоящее здесь и сейчас. Структура же самого опыта сознания открывает нечто удивительное – она позволяет эмпирически далёкому стать близким, а близкое – связать с будущим и т.д., т.е. сближение точек при этом происходит поверх эмпирии. Мераб Мамардашвили Идея преемственности На белых песках На белых песках от прилива немало осталось к заре сверкающих луж и затонов, зеркальных полос в серебре, немало камней самоцветных осталось на дюнах ногих, И смотрит, как ангел лазурный, весеннее утро на них. А к западу сумрак теснится, и с сумраком в сизый туман Свивается сонный, угрюмый, тяжёлый удав – океан. Поэтический язык должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха, – сказал Иван Алексеевич в интервью «Московской газете» в 1912 году. Он пояснил, что, не принимая деления художественной литературы на стихи и прозу. Такой взгляд мне кажется неестественным и устарелым. Поэтический элемент стихийно присущ произведениям изящной словесности одинаково как в стихотворной, так и в прозаической форме. Проза также должна отличаться тональностью. Многие чисто билетристические вещи читаются как стихи, хотя в них не соблюдается ни размера, ни рифма. У Толстого, например, в романе «Его война и мир» есть такие поистине поэтические описания, которые не уступят шедеврам стихотворного творчества. К прозе, не менее чем к стихам, должны быть предъявлены требования музыкальности и гибкости языка. Интервью перед Грозой Мысль Ивана Бунина определённым образом повторяла одно из программных положений акминистического манифеста. А что стих есть высшая форма речи, писал Николай Гумилёв, знает всякий, кто, внимательно оттачивая кусок прозы, употреблял усилия, чтобы сдержать рождающийся ритм. Жизнь. Запустение Домой я шёл по скату вдоль оки, По перелескам, берегам нагорным, Любую сталью вьющейся реки И горизонтом низким и просторным. Был тёплый, тихий, серенький денёк. Среди берёз желтел осинник редкий, И даль лугов за их прозрачной сеткой Синело чуть заметно, как намёк. Уже давно в лесу замолкли птицы, Свистели и шуршали лишь синицы. Я уставал, кругом всё лес пестрел, Но вот на перевале за лощиной Фруктовый сад листвою закраснел И глянул флигель серую руиной. Глеб отворил мне двери на балкон, Поговорил со мною в позе чинной, Принёс мне самовар, И по гостиной палился Нежный и печальный стон. Я в кресло сел к окну, И, отдыхая, следил, Как замолкал он, потухая. В тиши звенел он чистым серебром, А я глядел на клёны у балкона, На вишенник, красневший под бугром. Вдали синели тучки небосклона, И умирал спокойный серый день. Меж тем, как в доме, Тихом, как могила, Неслышно одиночество бродило И реяла задумчивая тень. Пел самовар, а комната беззвучна Мне говорила, – Пусто, брат, и скучно. В соломе возле печки на полу Лежала груда яблок. Паутины под образом качались в углу, А у стены темнели клавесины. Я тронул их, и горестно в тиши Раздался звук. Дрожащий, романтичный, он жалок был, Но я душой привычной в нём уловил Напев родной души. На этот лад, исполненный печали, Когда-то наши бабушки певали. Чтоб мрак спугнуть, Я две свечи зажёг, И весело огни их заблестели, И побежали тени в потолок, А стёкла окон сразу посинели. Ну, отчего мой домик при огне Стал и бедней, и меньше? О, я знаю, он слишком стар, Пора родному краю Сменить хозяев в нашей стороне. Нам жутко здесь, Мы все в тоске, в тревоге, Пора свести последние итоги. Печален долгий вечер в октябре. Любил я осень позднюю в России, Любил песок багряный на горе, Простор полей и сумерки глухие, Любил стальную серую оку, Когда она, теряясь лентой длинной, Вдали лугов широкой и пустынной, Мне навевала русскую тоску. Но дни идут, наскучило ненастье, И сердце жаждет блеска Дня и счастья. Томит меня немая тишина, Томит гнезда родного запустенье. Я вырос здесь, Но смотрит из окна заглохший сад, Над домом реет тленье, И скупо в нём верцает огонёк. Уж свечи нагорели и темнеют, И комнаты в молчанье цепенеют, А ночь долга, и новый день далёк. Часы стучат, и старый дом беззвучно Мне говорит, да, без хозяев скучно, Мне на покой давно, давно пора, Поля, леса, всё глохнет без заботы. Я жду весёлых звуков топора, Жду разрушенья дерзостной работы, Могучих рук и смелых голосов. Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе, Вновь расцвела из праха на могиле, Я изнемог, и мёртвый стук часов Молчаньей осенней долгой ночи Мне самому внимать нет больше мочи. По скорбным путям разбросала братьев дервишей, лесных мальчиков, жизнь. Не было сада на земле, И во всякий раз вытаптывала рать бесноватых, Ненасытные черви множились на корнях. Есть сад другой, И братья дервиши об этом знают, Неуничтожимый, прекрасный, вечный, Явление его – наша речь. Потому в поздний час дорога над распутьем, Над безобразием и тягомутиной вещественности, Живой поэтической речью Устремлена в самое сердце, Туда, где невысокой зелёной звездой Сияет настоящая жизнь. Дорога была опять знакома. Всё прямо, потом влево, по базару, А с базара по монастырской К выезду из города. На выезде, слева от шоссе, Монастырь времён царя Алексея Михайловича, Крепостные, всегда закрытые ворота И крепостные стены, Из-за которых блестят золочённые Репы собора. Дальше, совсем в поле, Очень пространный квадрат других стен, Но невысоких. В них заключена целая роща, Разбитая пересекающимися Долгими проспектами, По сторонам которых, Под старыми вязами, липами и берёзами, Всё усеяно разнообразными Крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты Настеж, и я увидел главный проспект, Ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошёл, Как поздно и как небо. Месяц стоял за деревьями уже низко, Но всё вокруг, Насколько хватал глаз, Было ещё ясно видно. Всё пространство этой рощи мёртвых, Крестов и памятников её Узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу, Светлые и тёмные пятна, Всё пестрившие под деревьями, Спали. Вдали рощи, из-за Клагищенской церкви, Вдруг что-то мелькнуло, И с бешеной быстротой, Тёмным клубком, Понеслось на меня. Я, вне себя, шарахнулся в сторону, Вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, Сердце рванулось и замерло. Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, Неся его в себе, как тяжёлую чашу, Я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти. Я шёл всё прямо по проспекту, И в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, Остановился. Прямо передо мной, на ровном месте, Среди сухих трав, Одиноко лежал удлинённый И довольно узкий камень Возглавием к стене. И за стены же дивным самоцветом Глядела невысокая зелёная звезда, Лучистая, как та прежняя, Но немая, неподвижная. Иван Бунин. Поздний час. Сказка. И снилось мне, что мы, как в сказке, Шли вдоль пустынных берегов над диким синим лукоморьем В глухом бару среди песков. Был летний светозарный полдень, Был жаркий день, и озарён весь лес был солнцем, И от солнца весёлым блеском напоён. Узорами ложились тени На тёплый розовый песок, И синий небосклон над бором Был чист и радостно высок. Играл зеркальный отблеск моря В вершинах сосен, И текла вдоль по коре Сухой и жёсткой Смола прозрачнее стекла. Мне снилось северное море, Лесо в пустынные края, Мне снилась даль, Мне снилась сказка, Мне снилась молодость моя. 1903-1904 Покорность грустной участи своей Вздрогните немые уста, Ответьте поцелуем на поцелуй. Божественный глагол коснулся Чуткого слуха поэта. Трепещи, суетный свет, Звенит святая лира. Теперь и пустынные волны, И широкошутные дубровы, И звон, сотканный сонмом жизней, Шумом рек и водопадов, Шумом диким и созвучным, Как в горах раскаты грома, Из сотен стихов Льётся в сказках и легендах. Если спросите, откуда Эти сказки и легенды, С их лесным благоуханием, Влажной свежестью долины, Голубым дымком вигвамов, Шумом рек и водопадов, Шумом диким и созвучным, Как в горах раскаты грома, Я скажу вам, я отвечу. От лесов равнин пустынных, От озёр страны полночной, Из страны аджигуэев, Из страны дакотов диких, С горы тундр, С болотных топий, Где среди осоки бродит Цапля сизая, шук-шукга. Повторяю эти сказки, Эти старые преданья, По напевам сладкозвучным Музыканта на водане. Если спросите, что это за строчки, Какой такой Фенимор Купер Запел в русских стихах, Ответом будет имя классика Американской литературы Генри Вотсворта Лангфелла. Если поинтересуетесь, какой такой Космополит, сказитель Баян, Заиграл на гуслях, Проникшись прелестями Североамериканских штатов, К удивлению своему по новой Откроете для себя имя классика Отечественной литературы Ивана Алексеевича Мунина. Если спросите, где слышал, Где нашёл их наводага, Я скажу вам, я отвечу, В гнёздах певчих птиц, По рощам, на прудах, В норах бобровых, на лугах, В следах бизонов, На скалах, в орлиных гнёздах. Эти песни раздавались На болотах и на топях, В тундрах северопечальных, Читавейк, Зуёк, Тампелых, Манк, Нырок, Гуздикий, Вава, Цапля, Сизая, Шухшухга И глухарка, Мушкодаза. Цивилизации разобщены эпохами И материками, Как проклятием пространств и времён. Власти и пророки вершат их судьбы, Языки естественными преградами Разделяют государства и народы, Столь отличные построю мышления По менталитету, И хотя бы в словах-то людских Не так уж всё было избито. Иван Губин. Язык ведёт нас по колее, Проложенной предками, И мы думаем, Соблюдая стиль и жест, Укоренённые в архетипах сознания. Наша речь – игра, Мы более умалчиваем, чем выговариваем, И умудряемся быть разобщёнными Даже в своём языке. Поэт – спасительный мост Над пропастью непонимания, Единственная возможность вести речь Поверх границы барьеров. Один поэт слышит другого В безвестном сонме мудрых и творящих За тысячи километров и миллионы часов Поверх империи народов, государств и языков. Читал я в детстве мало, И не скажу, чтобы уж так жаждал книг, Но, вероятно, прочитал почти всё, Что было у нас в доме, И что ещё не пошло на цыгарки Тем приживальщикам, Прежним слугам, друзьям отца, Что иногда гостили у нас, И до сих пор ещё помню, Как читал я английских поэтов Гербеля, Робинзона, Затасканный том живописного обозрения, Кажется за 1878 год, Чу-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди». Суть того чувства, Что вызывали во мне эти книги, И до сих пор жива во мне, Но её трудно выразить, Главное заключалось в том, Что я видел то, что читал, Впоследствии даже слишком остро, И это давало какое-то особое наслаждение. В гимназии много из того, Что обычно читается в такие годы, Мне совсем не нравилось. Из того, что произвело на меня В первые гимназические годы Особенно поэтическое и восторженное впечатление, Вспоминается сейчас колокол Андерсона. И стихов в гимназии я почти не писал, Хотя до чужих был жаден И отличался способностью запоминать наизусть Чуть не целую страницу даже гегзаметра, Только раз пробежав её. Память у меня вообще хорошая, То, что интересует, запоминаю крепко, Но насилие не терпит, Убедился в этом ещё в ранней молодости, Когда по гоголевской манере Пытался упражняться в наблюдательности. Иван Бунин Автобиографическая заметка Огни небес Огни небес – тот серебристый свет, Что мы зовём мерцанием звёзд небесных, Порою только неугасший свет Уже давно померкнувших планет, Светил давно забытых и безвестных. Та красота, что мир стремит вперёд, Есть тоже след былого. Без возврата сгорим и мы, Свершая в свой черёд обычный путь, Но долго не умрёт жизнь, Что горела в нас когда-то. И много в мире избранных, Чей свет теперь ещё незримый Для незрящих, Дойдёт к земле Через много-много лет. В безвестном сонне Мудрых и творящих, Кто знает их, Быть может, лишь поэт. 1903-1904 Хосе Артега и Гассет, Испанский философ, Космополит, Один из сонно-мудрящих и творящих, В споре с коллегами по коллежде Франц Привёл на первый взгляд Необычную формулировку Уравнение языка. Вот она. Мы никогда не поймём такого Поразительного явления, как язык, Если сначала не согласимся с тем, Что речь в основном состоит из умолчаний. Существо, не способное отречься В разговоре от очень многого, Не смогло бы говорить. И каждый язык – Это особое уравнение между тем, Что сообщается, И тем, что умалчивается. Каждый народ умалчивает одно, Чтобы суметь сказать другое. Ибо всё сказать невозможно. Вот почему переводить так сложно. Речь идёт о том, Чтобы на определённом языке Суметь сказать то, Что этот язык склонен умалчивать. Но вместе с тем мы начинаем понимать, Что переводу прекрасно удается Раскрывать секреты других эпох и народов, Которые они хранят в своей враждебной разобщённости. Короче, он смело объединяет человечество, Ибо, по словам Гёте, Только в общности всех людей Осуществляется полнота жизни человечества. Кассе Артега и Гассет Нищета и блеск перевода Если б дальше вы спросили, Кто же этот Наводага? Расскажи про Наводагу. Я тотчас бы вам ответил На вопрос с такую речью. Средь долины Тавазента В тишине лугов зелёных У излучистых потоков Жил когда-то Наводага. Вкруг индейского селенья Расстилались нивы, долы, А вдали стояли сосны, Бор стоял зелёный летом, Белый в зимние морозы, Полный вздохов, полный песен. Те весёлые потоки Были видны на долине, По разливам их весною, По ольхам с ребристым летом, По туману в день осенний По руслу зимой холодной. Возле них жил Наводага Средь долины Тавазента В тишине лугов зелёных. Там он пел о Гаевате, Пел мне песнь о Гаевате, О его рожденье дивном, О его великой жизни, Как постился и молился, Как трудился Гаевата, Чтоб народ его был счастлив, Чтоб он шёл к добру и правде. Генри Лангфелло родился в 1807 году, Умер в 1882. Если вспомнить другого американского романтика, Эдгара Алла-Напо, Его жизнь укладывается внутри этих дат 1809-1849 годы. Никто из литературных современников Не знал такой прижизненной славы, Как Лангфелло. В этом отношении Соперничать с заокеанским поэтом Мог разве что Виктор Гюго. Но тот писал, что называется, На злобу дня. Его стихи рисковали Остаться детьми своего времени. Привередливые эпохи И чужеземные материки, казалось, Будут к ним глухи. Исключительно редко Гальский гений Позволял себе быть Отстранённо лиричным. Так чувствуешь В душах И грязь И красу, Как видишь В прудах, Что уснули В лесу, И синее небо С разводами туч, На шёлковой рябе Играющей луч, И тину Во мраке Угрюмого дна, Где чёрным чудовищем Воля Дана. Перевод Олега Кустова Иное дело песни о гаевате или «Перелётные птицы» Таким видится критику век XIX Железный В конце века XX Тут Нет ничего случайного и приходящего. Тут Царствует Нетленная красота, Высокая гармония, Осуществлённые Художественной истины. Поэзию Гюго Сравнивали с Зарифмованным фельгетоном Однодневкой. Стихотворения Лангфелла Воспринимались трепетно, Словно Они были Высечены резцом По мрамору. Предполагалось, Что в любой его строке Гарантировано Бессмертие. Так Думали в ту пору американцы, Так смотрели на Лангфелла И в Европе. Мало Кем В середине прошлого века Американская литература Принималась всерьёз, Но Лангфелла Был исключением. Одних Русских Переложений знаменитого Псалма Жизни К 1900 году, Когда появился Классический перевод Бунина, Насчитывалось Более десяти. В Германии, Во Франции Картина была Точно такой же, И даже в Китае Изящные веера Украшали Строками Из Лангфелла. Зверев Эти сказки И легенды С их лесным Благоуханьем. Вы, кто любите природу, Сумрак леса, Шёпот листьев В блеске Солнечном долины, Бурный ливень И метели, И стремительные Реки В неприступных Дебрях Вам, Из диких стран, Принёс Я Эту Песнь О Гаевате. Вы, В чём юном Чистом сердце Сохранилась Вера в Бога, Вы, Скру Божью В человеке, Вы, кто помните, Что вечно Человеческое сердце Знал о горести, Сомненья И порывы К светлой правде, Что в глубоком Мраке жизни Нас ведёт И укрепляет Провидение Незрима, Вам бесхитростно Пою я Эту песнь О Гаевате. Вы, Которые, Блуждая По околицам Зелёным, Где, склонившись На ограду, Посидевшую от моха, Барбарис Висит Краснея, Забываетесь Порою На запущенном Погосте И читаете В раздумге На могильном Камне Надпись Неумелую, Простую, Но исполненную Скорби И любви И чистой Веры Прочитайте эти руны, Эту Песнь О Гаевате. Из Автобиографической Заметки 10. Апреля 1915 Г. Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочёл за те четыре года, что прожил после гимназии в Елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения всё растущей молодости и силы. Тут как раз на целых три года выслали к нам брата Юлия, уже кончившего университет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам. И он прошёл со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии и философии, общественных и естественных наук. Кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. И помню, что в ту пору мне всё казалось очаровательно. И люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый запах. Конец цитаты. Иван Бунин начал переводить поэму, когда ему было двадцать шесть лет. Затем многие годы совершенствовал стих, чтобы, доведя возможности языка до предела понимания, перевод высвечивал манеру говорить, свойственную переводимому автору. . Простота строки Лангфелла, как и всё, чему открыто будущее, наиболее сложна для перевода. Отсутствие рифмы предъявляет самые высокие требования к поэтическому языку. Мастерство переводчика предполагает силу воли, чтобы отказаться от соблазна обработки и доработки текста на свой лад и строчку за строчкой воссоздавать услышанное, будто бы в другой жизни, в своей культурной и языковой среде. Читаем в диалектике мифа у Алексея Фёдоровича Лосева. Нельзя сказать, что сущность поэзии заключается в изображении прекрасного или одухотворённого. То есть нельзя сказать, что сущность поэзии заключается в тех или других особенностях её предмета. Когда мы говорим, употребляя некритические понятия, что поэзия изображает прекрасное, то это вовсе не значит, что предмет её действительно прекрасен. Всем известно, что предмет её может быть и безобразен, или мёртв. Стало быть, поэтичен не самый предмет, к которому направлена поэзия, но способ его изображения, то есть, в конце концов, способ его понимания. Алексей Фёдорович Лосев. Диалектика мифа. Печатью инобытия поэтического понимания Отмечен бунинский перевод. Аккорды прекрасного и вечного бесконечно варьируются и звучат, как если бы они от века звучали на Божьем свете. В 1903 году его труд был удостоен Пушкинской премии Академии наук. На четвёртый день до ночи он лежал в изнеможенье, на листве в своём гигвале. В полусне над ним раились грёзы, смутные виденья. Вдалеке вода сверкала зыбким золотом, И плавно всё кружилось и горело В пышном зареве заката. И увидел он, подходит в полусумраке пурпурном, В пышном зареве заката, стройный юноша к вигваву, Голова его в блестящих, развивающихся перьях, Кудри мягкие, золотистые, а наряд – зелёно-жёлтый. У дверей, остановившись долго с жалостью, С участием он смотрел на Гаевату, На лицо его худое, И, как в вздохе шавандази В чаще леса, прозвучала речь его. О, Гаеваата! Голос твой услышан в небе, Потому что ты молился Не о ловкости в охоте, Не о славе и победах, Но о счастье, о благе Всех племён и всех народов. Для тебя, владыкой жизни, Послан друг людей – мундамин. Послан он тебе поведать, Что в борьбе, в труде, в терпенье Ты получишь всё, что просишь. Встань с ветвей, Зелёных листьев, Встань с мундамином бороться. Миф, предание? Конечно же миф. Ведь мир поэта – тот самый мир, Который не требует социальных преобразований. Нет, он не оторван от действительности. Что есть действительность, Кроме того, что мыслим о ней, Кроме того, что остаётся в песнях? Сказка? Миф? Как и вся человеческая история и культура? Сколь наукообразно её не излагай. За диалектику мифа Мифотворцы новейшего времени Отправили Алексея Фёдоровича Лосева На строительство Беломорско-Балтийского канала. Проверить историю экспериментом, Как это привыкли делать естествоиспытатели, Невозможно. Не надо ли? Последствия неверия в исторический и культурный опыт Обходятся слишком дорого, Особенно в новейшее время. Мифом только и жив человек. Именно с ним душа исполнена чувства. Кто в детстве не верил сказкам, Кто в юности не верил в любовь, Кто в старости не верил в вечную жизнь. Да был ли жив он? Писал я в отрочестве сперва легко, Так как подражал то одному, то другому, Больше всего Лермонтову, Отчасти Пушкину, Которому подражал даже в почерке, Потом, в силу потребности Высказать уже кое-что своё, Чаще всего любовное, труднее. Читал я тогда, что попало, И старые и новые журналы, И Лермонтова, И Жуковского, И Шиллера, И Веневитинова, И Тургенева, И Маколия, И Шекспира, И Белинского, Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, Но наряду с этим увлечение, Хотя и недолгое, Надсоном, Чему, впрочем, Много способствовала его смерть. Вообще, о писателях я с детства, Да и впоследствии, Довольно долго мыслил, Как о существах высшего порядка. Помню, как поразил меня рассказ Моего воспитателя о Гоголе, Он однажды видел его, Вскоре после того, Как я впервые прочёл страшную месть, Самый ритм которой Всегда волновал меня необыкновенно. Самому, мне кажется, И в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, Благо Лермонтовское Кропотово Было в двадцати пяти верстах от нас, Да и вообще чуть не все Большие писатели родились поблизости. И не от самомнения, А просто в силу какого-то ощущения, Что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного Интереса вообще к писателям, Даже к таким, каким был, например, Некто Назаров. Озерский кабачик Как-то сказал мне, Что в Ельце появился автор. И я тотчас же поехал в Елец И с восторгом познакомился В базарном трактире С этим Назаром, Самоучкой, Стихотворцем из Мещан. Из новых писателей Мне очень нравился тогда Гаршин, Самоубийство которого ужасно поразило меня. Нравился и Эртель, Хотя я и тогда чувствовал Его литературность, Непростоту, Копировку Тургенева, Даже эту неприятную изысканность Знаков препинания, Обилие многоточий. В Чехове Его юмористических рассказов Я тогда не знал, Тоже кое-что задевало меня, То, что он писал бегло, жидко. Иван Бунин. Автобиографическая заметка. Призраки Нет, мёртвые не умерли для нас. Есть старое шотландское преданье, Что тени их незримые для глаз В полночный час к нам ходят на свиданье, Что пыльных арв, висящих на стенах, Таинственно касаются их руки И пробуждают в дремлющих струнах Печальные и сладостные звуки. Мы сказками предания зовём, Мы глухи днём, Мы дня не понимаем, Но в сумраке мы сказками живём И в тишине доверчиво обнимаем. Мы в призраки не верим, Но и нас томит любовь, Как томит тоска разлуки, Я им внимал, Я слышал их не раз, Те грустные и сладостные звуки. Работая над поэмой, Лангфелло использовал записи Известного этнографа Скулкрафта, Который много лет провёл среди оджибуэев. Вместе с тем поэт не стремился К житейской достоверности. Для мифа она безразлична. И поэтическое, и мифическое бытие Непосредственное, не выводное. Образы в поэзии и мифологии Не нуждаются ни в какой логической системе, Ни в какой науке, философии Или вообще теории. Он наглядно и непосредственно виден. Выражение дано тут в живых ликах И лицах. И надо только смотреть и видеть, Чтобы понимать. Алексей Фёдорович Восев Диалектика мифа Откройте глаза, К знакомым мелодиям уха готовьте. Поэт поведает о любви, Несчастной и великодушной, О дружбе, верной и бессмертной, О чувствах вечных, Что дымящейся кровью из горла. Для них художник находит краски, Музыкант – звуки, поэт – слова. И надо только смотреть и видеть, Чтобы помнить и понимать. Поэзия, как и вообще искусство, Обладает характером отрешённости В том смысле, что она возбуждает эмоции Не к вещам, как таковым, А к их определённому смыслу И оформлению. Алексей Фёдорович Восев Лёгкий сумрак и лучистое мерцание Ни высокой зелёной звезды, Ни подвижной, ни мой. А потом ты проводила меня до калитки, И я сказал, Если есть будущая жизнь, И мы встретимся в ней, Я стану там на колени И поцелую твои ноги за всё, Что ты дала мне на земле. Иван Бунин. Поздний час Посмотри, как быстро в жизни Всё забвенье поглощает. Блекнут славные преданья, Блекнут подвиги героев, Гибнут знанья и искусства Мудрых мидов и вебинов, Гибнут дивные виденья, Грёзы вещих джосакидов. Память о великих людях умирает вместе с ними. Мудрость наших дней исчезнет, Не достигнет до потомства К поколениям, что сокрыты В тьме таинственной, великой Дней безгласных и дней грядущих. На гробницах наших предков Нет ни знаков, ни рисунков. Кто в могилах, мы не знаем, Знаем только наши предки. Но какой их род и племя, Но какой их древний тотем Бобр, орёл, медведь, не знаем, Знаем только это предки. При свидании, с глазу на глаз, Мы ведём свои беседы, Но, расставшись, мы вверяем Наши тайны тем, которых Посылаем мы друг другу, А посланники нередко Искажают наши вести Иль другим их открывают. Так сказал себе однажды Гаевато, Размышляя о родном своём народе И бродя в лесу пустынном. Из мешка он вынул краски, Всех цветов он вынул краски, И на гладкой набересте Много сделал тайных знаков, Дивных и фигур, и знаков. Все они изображали наши мысли, Наши речи. В предисловии к переводу Песни о Гаевате, Иван Алексеевич Гунин Отмечал редкую красоту Художественных образов и картин В связи с высоким поэтическим И гуманным настроением поэмы. Лангфелла всю жизнь Посвятил служению Возвышенному и прекрасному. Лангфелла, бостонский затворник, Переводил божественную комедию Олигиери и писал лирические песни В разгар гражданской войны. Будни профессора Гарвардского университета Были преисполнены никому не слышной музыкой Удивительных аккордов мифотворчества его души. Генри Уотсфорд Лангфелла Созидал свою историю и себя В безвестном сонме мудрых и творящих. Прекрасному и вечному не за страх, а за совесть Служим Иван Алексеевич Гунин. В январе 1895 года, бросив службу, я впервые попал в Петербург. Видел некоторых писателей – Михайловского, Хривенко, которые отнёсся ко мне с истинно отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве с Чеховым, с Бальмантом, с Артелем, с Брюсовым, тогда ещё студентом. Позднее я мельком видал Каневского и Добролюбова. Они произвели на меня впечатление больных мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей, и кое-чему прочитанному. Видел я и некоего поэта, славившегося тогда по Москве своей книжкой, посвящённой самому себе и египетской царице Клеопатре, и тем, что он ходил, как говорили в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал к себе к пальцам когти и производил перевороты в стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других бросил все эти дерзания и переоценки ценностей и, увы, не попал в историю новой русской литературы, хотя именно ему долго приписывали многие все эти «закрой свои бледные ноги» и тому подобное. Иван Бунин. Автобиографическая заметка Степи Николаю Дмитриевичу Телешову Вчера в степи я слышал отдалённый крик журавлей, и дико и легко он прозвенел над тихими полями. Путь добрый! Им не жаль нас покидать, и новая цветущая природа, и новая весна их ожидает за синими, за тёплыми морями. А к нам идёт угрюмая зима. Засохла степь, лес глохнет и желтеет, осенний ветер тучи нагоняя открыл в кустах звериные лозы. Листвой засыпал долы и овраги, и по ночам в их чёрной темноте под шум деревьев свечками мерцают, таинственно блуждая волчьи очи. Да, край родной не радует теперь. И всё-таки, кочующие птицы, не пробуждает зависти во мне ваш звонкий крик и гордый, и свободный. Здесь грустно. Ждём мы сумрачные поры, когда в степи седой туман ночует, когда во мгле рассвет едва белеет, и лишь бугры чернеют сквозь туман. «Должна ли наша страна стать страной песни?» – напрошал восемнадцатилетний Лангфелл. «Будет ли она когда-нибудь вызывать романтические ассоциации? Станет ли поэзия и на нашей земле дышать тем очарованием, которым дышит на островах Греции?» Как благородно, как мифично! Этому и посвятил свою музу Иван Алексеевич Бумен. «Люди вечно одержимы тоской безумия маниями, страдая от всех тех недугов, которые Гиппократ назвал божественными» Хосе Артега и Гассет полагал утопичным всё, что не делает человек. «Ибо человеческие дела неосуществимы, удел – привилегий и честь человека – тщетно стремиться к задуманному, олицетворяя собой чистый порыв и живую утопию. Он неизменно идёт к поражению, ещё до битвы получая пулю в висок» Хосе Артега и Гассет не считая блеск перевода. Но я люблю кочующие птицы, родные степи, бедные селенья, моя отчизна. Я вернулся к ней, усталый от скитаний одиноких, и понял красоту в её печали и счастье в печальной красоте. Бывают дни, повеет тёплым ветром, проглянет солнце ярко озаряя и лесостепи старую усадьбу, пригреет листья, влажные в лесу. Глядишь – и всё опять повеселело. Как хорошо кочующие птицы тогда у нас! Как весело и грустно в пустом лесу меж чёрными ветвями, меж золотыми листьями берёз синеет наше ласковое небо! Я в эти дни люблю бродить, вдыхая осенников поблекших аромат и, слушая дроздов пролётных крики, люблю уйти один на дальний хутор, смотреть, как озим мягко зеленеет, как бархатом блестят на солнце пашни. А вдалеке, на жнивьях золотых, стоит туман прозрачный и лазурный. Моя весна тогда зовёт меня, мечты любви и юности далёкой, когда я вас, кочующие птицы, с такую грустью к югу провожал. Ивану Алексеевичу Бунину, подобно перелётным птицам, суждено было покинуть родные места. Но разве усилия, потраченные на то, чтобы и Россия стала страной песни, ушли никуда, только это и осталось. Восемнадцать лет он сказал всё о своей жизни, а о 75-летнем юбилее, который, в отличие от юбилея Лангфелла, не сделался национальным торжеством. Ну что ж. Покорность грустной участи своей. Итак, 1889 год. Ивану Бунину восемнадцать лет. Он сын обедневшего помещика. Слово «поэт» ещё и иронически берётся в кавычки. Мне вспоминается былое счастье, былое дни. Но мне не жаль былого. Я не грущу, как прежде, о былом. Оно живёт в моём безмолвном сердце, а мир везде исполнен красоты. Мне в нём теперь всё дорого и близко, и блеск весны за синими морями, и северные скудные поля, и даже то, что уж совсем не может вас утешать, кочующие птицы, – покорность грустной участи своей. 1889. Иван Бунинг,